Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 октября 2016 года, вторник По одному из старинных, 14-й день, месяца божественного начала, 7525-го лета, седмица Те, кто отмечает праздники как раз по этому календарю, тех поздравляю с Днем Великой Рассеи А мы начинаем разбирать тему живого эфира, которая будет называться так «Психосоматика человека или от чего мы болеем» Автор соведущий Захар Белинский Ари Рат, здравия тебе, Захар! Здравия, народ! Здравия, народ! Итак, мы с тобой много уже о чем говорили По мужчинам, по детям и по женщинам проходились А теперь вот психосоматика, которая касается всех в той или иной степени Там, конечно, могут быть какие-то нюансы физиологические Но все-таки в большинстве случаев психосоматика касается всех И детей, и бабушек, и дедушек, и кого только там она не касается Вот давай, наверное, по твоим заготовкам что-то и начнем говорить А дальше в виде беседы, и отвечая на вопросы, продолжим нашу сегодняшнюю тему Ну, поскольку ты дозволил уже говорить, то начну Итак, наверное, следует вначале сказать о том, что такое вообще психосоматика Слово это не наше, придумали его не мы Психо, ну, в основном греческое, да? Психо – это душа, сома – тело То есть считается, что, вернее, не считается, а психосоматикой определяется Взаимосвязь между душевными психическими состояниями и состоянием физического тела Сейчас уже ни для кого не секрет, что существует прямая связь Между состоянием нашего здоровья и психоэмоциональным состоянием Ранее мы это смотрели сквозь пальцы Вот, по крайней мере, в период моего детства, юности Те периоды, которые я застал, то есть в период такого ярого материализма Рассматривалось тело и все болезни человека, которые у него возникали Они считалось, что происходили только от расстройств каких-то органов То есть жил-жил человек, и тут у него расстроился какой-то орган Допустим, там почки заболели Вот, он там переохладился, допустим, и теперь вот болеет С точки зрения психособатики Все физические недуги, возникающие в нашем теле Они берут свое начало, исходя из нашего психоэмоционального состояния То есть, причем из негативного психоэмоционального состояния Причинами любых наших заболеваний, дисфункций, плохого самочувствия и так далее Прежде всего являются наши мысли, наши состояния, наши эмоции, чувства негативные Которые мы переживаем И сегодня в передаче мы поговорим о влиянии Вот этого негативного мышления в целом, его, можно так сказать Негативного образа жизни на наше здоровье С чего начнем? С чего начнем? Ну, давай начнем сразу с конца Хорошо, идет хорошо, давай начнем с конца Почему? То есть, мы сегодня будем и можем и будем разговаривать обширно о том Какие явления вызывают, какие дисфункции, то есть, явления в мышлении, в сознании, что вызывает Но перед этим, в самом начале, скажем, дадим ключ к пониманию того, о чем будем говорить Потому что будем разговаривать, люди будут понять, ну и что, допустим, у него появилось какое-то ощущение неполноценности У него заболел тот орган, ну и что, а что с этим делать? Так вот, что с этим делать, я считаю, что необходимо сказать в самом начале Чтобы люди уже по ходу всего эфира понимали, каким образом вот та или иная информация, о которой мы будем говорить Возможно для практического применения Так вот, та информация, которая нам дают психосоматические знания Она практически, она всегда практически применима И здесь основной способ, как, значит, удалить, ну избавиться от вот этих вот психосоматических состояний Это трансформация, то есть, перевод тех негативных эмоций, чувств, переживаний, которые вызвали заболевание В ощущении ответственности То есть, всегда, когда у нас возникает заболевание, причина этому, только мы сами, на самом деле, и более никто В обыденной жизни, когда человек, скажем так, до конца не осознает происходящее вокруг него событие И живет как по накатанному, да, то есть, человек живет, а вокруг него происходят какие-то события, которые он воспринимает И вот иногда даже не понимает, откуда, что происходит Вот, как говорят, был, был, жил, здоровый, всю жизнь такой жизнерадостный, чуть ли не святой человек, да И вот тут раз, и взял, заболел какое-то тяжелое заболевание И вот такая вот у него злая доля, такая вот у него судьба На самом деле это очень поверхностный взгляд И отчасти он неверен Так вот, любая наша негативная эмоция, любая наша, скажем так, переживание, чувство какое-то Мы несем за него ответственность Это производная нашего характера, это производная нашего внутреннего мира Внутренний мир, вернее, внешнее пространство, которое нас окружает, так или иначе воздействует на каждого из нас И вот тот обратный отклик, который мы даем на это воздействие И понимание причин, почему именно так окружающая среда на нас воздействует Это понимание дает ключ к тому, как исправить свое самочувствие, свое состояние здоровья Я о чем говорю? О том, что когда человек принимает на себя ответственность за все происходящие в его жизни события То, поскольку человек ответственность принимает И он принимает этот факт, как сотворенный самим собой То, соответственно, если он его сотворил сам, то, соответственно, он его может и исправить И вот исправление, деятельное исправление Тех психоэмоциональных состояний, тех поступков и последствий, наступивших вслед за этим Оно является исцелением и лечением психосоматических явлений Но скажу иначе, допустим, по-простецки, если уже говорить То, к примеру, если у человека есть обида Ну, допустим, на примере обиды Вот он на кого-то обижается вследствие обиды У него могут быть проблемы с надпочечниками, проблемы с легкими и так далее И в обычном состоянии человек живет и думает Вот, у меня что-то болят легкие, надпочечники, непонятно почему А, допустим, обладая информацией по поводу психосоматики Он понимает, к примеру, может понимать Что у него могут предчувствовать Причем как сознательные, так и подсознательные переживания Связанные его с обидами И человеку очень важно докопаться в самом себе На кого именно он обижается и за что Вот, и докопавшись, поняв Очень важно отпустить эти обиды, простить человека Лучше будет даже, если это будет прощение деятельное То есть, ну, встретиться как-то с человеком Сказать ему, ты знаешь, вот Ты мне там что-то сделал, но Я к тебе отношусь по-доброму Вот, и В скором времени будет происходить обратная реакция И вот эти все психосоматические явления Они начнут отступать Поэтому ту информацию, которую сейчас будем в эфире говорить Очень важно Не просто принимать на веру К примеру, если у вас что-то такое есть Вот, к примеру, у кого-то там печень болит Мы скажем, от чего она Какое психосоматическое явление Называет там проблемы с печенью И все начнут Вот, я теперь знаю Я теперь вооружен На самом деле это только полдела Нужно будет еще в себе раскопать Вот, корень этого чувства Допустим, ярости и агрессии Которые касаются печени И уже после этого Понять причину его возникновения То есть на кого, из-за чего В следствии чего И трансформировать его в ответственность А после трансформации в ответственность Что значит трансформация в ответственность? Принять ответственность за наступившие последствия на себя что причиной того, что, к примеру, меня кто-то раздражает или причиной того, что я на кого-то злой, являюсь я сам. Даже если моей причиной злости являются окружающие меня, раздражающие меня люди. Но тут нужно понимать, что то, что эти люди появились в твоей жизни, в жизни человека, это тоже не просто так. Это какой-то посыл окружающего пространства тебе для того, чтобы ты либо получил урок, либо изменился, либо что-то понял в своей жизни. То есть чтобы человек начал жить осознанно. И в приобретении осознанности человек, он получает исцеление, в принципе, от многих заболеваний. К тому же то, о чем мы сейчас будем говорить, это, в принципе, универсальный метод, при помощи которого человек может сам себя излечить практически от любого заболевания. Потому что корень любой болезни, вплоть до самых серьезных болезней, он лежит внутри самого человека. И ключ к лечению, ключ к выздоровлению, он всегда проходит через трансформацию, через изменение внутреннего мира человека. При этом, возможно, в предыдущих эфирах я об этом говорил, но сейчас уместно повторить, что излечиться, допустим, тяжелого заболевания на том же уровне сознания, на котором ты был, когда заболел, практически невозможно. И лечение от любого тяжкого заболевания происходит в основном полное излечение, в основном только при трансформации сознания, когда человек переходит, образно говоря, на следующий уровень мышления. Ну, в общем, не знаю, насколько понятно, я объясню, Алексей, все ли понятно из того, что… Ты знаешь, мне это понятно. Вопрос, понятно ли нашим радиослушателям, но для того, чтобы нам понимать, понятно ли им, есть такая замечательная штуковинка на сайте, которая называется чат Народного славянского радио. Напоминаю, что все вопросы, реплики, переговоры своими друзьями вы можете ввести как раз в чате Народного славянского радио, и эти реплики, вопросы будут попадать к нам в эфир, и на основе их мы будем делать выводы, понятно вам это или непонятно. Чтобы попасть в чат, необходимо в любом поисковике набрать Народное славянское радио. Дальше вы попадаете на сайт slavmir.org, ищите слово «чат», если еще не зарегистрировались, то в этом случае, нажав на слово «чат», вы регистрируетесь, там нужно ввести логин, пароль, e-mail, куда будут приходить какие-то хорошие слова по поводу регистрации. Если e-mail слишком трудный для понимания старенького нашего чата, там много тире каких-то, подчеркиваний или еще чего-то, то он может ругануться, сказать, что e-mail неправильный, поэтому придумайте себе более простой на этот случай регистрации, все будет хорошо. Ну и все, а дальше уже вы просто не забываете логин и пароль, и уже второй раз, третий раз в этом чате регистрируется не надо, пользуйтесь. Вот если, когда появится новый сайт, а уже там все к этому идет, то в этом случае тогда, может быть, там будет новый чат. Но это видно будет. Ну так вот, значит, присылайте свои ответы, понятно вам или непонятно, чтобы нам стало понятно. Итак, вот все, что сказал, это все здорово, замечательно. Получается следующее. Если человек чем-то заболел, то в этом случае не надо первым делом бежать к врачам, как это пелось в песенке, «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, позову друзей» и так далее. Так вот, обратите внимание на то, что вы делали, как вы делали. Если вы чувствуете, что у вас чаще всего было желание подойти к кому-то и треснуть по сапатке, то в этом случае, значит, что-то в этом мире происходит с вами именно не так. Потому что мир всего лишь навсего отражение вас самих. Если у вас есть какие-то переживания, вы чувствуете, что вас кто-то гнобит, если вы чувствуете, что вас кто-то угнетает, кто-то над вами издевается, шутит, обманывает вас, задумайтесь, почему это именно с вами происходит, что вам необходимо изменить. И изменить не с точки зрения того, что взять пулемет и пойти всех негодяев расстрелить, хотя, ну, конечно, бывают случаи, там, война идет, ну, куда денешься. Необходимо защищать свою родину, державу. Ну, вот это, естественно, не подумать, что мы какие-то там оголтелые пацифисты, которые будут сидеть, и давайте режьте нам глотки, мы будем вам только благодарны за это. Нет, надо исполнять все вовремя. Я про мирное время. И вот тогда, когда вы будете понимать, что что-то в этом мире вы сделали не так, то мир обернулся вам как копировальный аппарат. Он просто принял от вас что-то и вернул вам в увеличенном или в объеме, или в размере, или в количестве, как кому нравится, а может и так, и так, и так, то, что вы в него послали. И если кому-то вы что-то нехорошее пожелали, то в этом случае это нехорошее возвращается вам, и вы начинаете переживать. Переживаете, значит, получаете раздражение по всей вашей нервной системе, которое начинает бить по тем органам, которые на данные переживания очень падки. То есть печень отвечает на такие-то переживания, легкие на такие-то переживания, селезенка на это, желудок на это и так далее. А потом вдруг у вас какие-то вопросы к врачам возникают. Врач берет волшебную таблетку, засует вам в рот, или капельницу вам ставит, или за ножичком лезет, чтобы там что-то поправить, лишнее выкинуть. Это не наш метод. Наш метод все-таки это постижение себя самого, постижение этого мира через себя, изменение себя в этом мире, чтобы мир изменился к лучшему. Вот я как-то так от себя выступил. Ты уж извини, не сдержался. Да, кстати, если ты поддерживаешь. Первая лекция, когда моя вышла, с друзьями выступление многие посмотрели, стали задавать вопросы, а вторая-то будет, вторая часть, третья и так далее. Да, будет. Я хочу сказать, что планируется запись второй части, об этом я уже говорил, где будет посвящена тоже родовой нити нашей, как жить без страхов. И там будет разговор о том, а как, проявляя свою жизненную позицию, тем самым еще не сорить в мире. То есть вы видите какого-то выступающего по телевизору товарища, который явно что-то делает не то, но вы до него руками дотянуться не можете, зубами впиться в глотку ему не можете. И многие сидят и на кухне разбирают его, вот какой он такой-сякой пятый-десятый. Но при этом что происходит? Тот, который выступает, он свои деньги там, грубо говоря, отрабатывает, ему за это заплатили, чтобы он какое-то шоу устроил, и вот народ таким образом завел куда-то, заблудил в трех березках. А ему от ваших переживаний, хоть вам себя вы зарежете, ему все равно. Но как-то надо свою позицию проявлять, но при этом негатив ни на себя, ни на окружение, ни на кухне, ни в мир выбрасывать не надо. Вот как раз вторая часть планируется, она будет посвящена, а как, проявляя свою позицию, не мусорить в мире и не болеть самому, не допускать болезни своих родичей из-за своих переживаний, и вот мир не делать грязнее, а делать его чище. Вот такой небольшой заодно носик уж, извини, я воспользовался своим служебным положением. Продолжай. Ну, начнем с самого интересного, значит. Давай я буду перечислять, уже перейдем к практической стороне вопроса. Да, к практической стороне. И начнем перечислять, какие, значит, части нашего тела, органы связаны с какими нашими чувствами и ощущениями. Начнем с самого интересного, с ануса. Значит, если существует какая-либо проблема, дисфункция недуг с анусом, то это проблемы с добавлением от устаревших убеждений и страхов. Ну, у нас какие бывают, там, геморроидальные шишки, да, узлы и так далее. Ну, вот, собственно говоря, если вы обнаруживали у себя что-либо с прямой кишкой, то следует понаблюдать за собой, покопаться, а нет ли у нас каких-либо застаревших убеждений, которые уже явно не соответствуют действительности, и не цепляемся ли мы за них, пытаясь как-то их удержать. То есть, подожди, получается так, если у тебя где-то внизу что-то не то, где-то что-то вспухло, где-то что-то там трескается, или там нет прохода, да, или там болит что-то, и сидеть невозможно, в этом случае задумайтесь, а не вбили ли вы в себя какой-то кол из устаревших своих, не сели ли вы на какой-либо кол из устаревших своих убеждений, с которого вы с шеста слезть не можете, и он вам там свербит, давит, болит и взбухает все, да? Примерно так, если перевести. Отлично. Дальше артерии. У многих случается ишемическая болезнь сердца, случаются какие-то проблемы с сосудами, именно с артериальными сосудами. Так вот, с точки зрения психосоматики, это происходит из-за ощущения утраты связи с сердцем. Но с сердцем не как с физическим органом, а с сердцем, вот как с сердечностью человека. То есть, человек утрачивают сердечность, и считается, что в психосоматике сосуды его артериальные, по которым бежит обогащенная кислородом кровь, становятся более жесткими, болезненными, ну и с ними случаются различные недуги. То есть, жестко-сердечность влияет на то, как снабжаются все его органы кровью свежей, с питательными веществами, с кислородом и так далее. То есть, жестокое сердце, жесткие артерии, плохое снабжение всего человеческого тела, да, получается так? Да, то есть, как только человек становится жестко-сердечным или безсердечным, то его организм потихонечку-потихонечку начинает умирать, можно так сказать. Я просто пытаюсь перевести в понятные образы. То есть, если на кол сел, там в попке больно, да, значит, у тебя какая-то есть мысля или убеждение, которая явно мешает тебе жизни, она уже устарела, и ты переживаешь, не может лезть. Если жесткое сердце, то в этом случае все, что от сердца отходит, это артерии, значит, они тоже будут жесткими, и проблемы с ними будут. То есть, такие вот образы я пытаюсь переводить сразу. Ну да. Это верно, действительно. Все, что будет исходить от его сердца, поскольку стал он жестко-сердечным, будет жестким и нежизнеспособным, поскольку, в принципе, все, что лишено сердечности в нашей жизни, оно не переживается, по сути. То есть, помягче, товарищи, помягче, любите этот мир, любите окружающих, и все у вас с артериями будет хорошо. Дальше бедра. Вот у многих там болят суставы тазобедренные и так далее. Это семейные проблемы и разногласия. То есть, если существует разногласия в семье, связанные с семейными, которые выливаются уже в семейные проблемы, то, возможно, начнутся проблемы какие-то с бедрами, с болями в области таза. То есть, расталкиваетесь своих близких, бедрами толкаете, пытаетесь доказать свою позицию, не взирая на позицию других, какие-то разногласия выступают, то есть, бодаетесь бедрами, а вот у вас синяки, шишки, и проблемы начинаются с косточками, с суставами, которые находятся как раз в тазобедренной части. Очень хорошая интерпретация. Благодарю тебя. Далее, прямо по моей теме, брюшная полость. О, ну это святое, да. Это сложность восприятия и переваривания жизни. То есть, человек не может воспринимать и переваривать окружающую жизнь. То есть, что значит переваривать? Ну, вот не принимает. Не принимает ту жизнь, которая вокруг него. Не согласен он с ней. Вот можно сказать, что борется там с чем-то и так далее. То есть, неприятие жизни вокруг, окружающей. И после этого возникают проблемы с животом. Если на это посмотреть, то под 99% людей существуют какие-то проблемы с животом. И, соответственно, у нас у всех есть, в чем-то мы не согласны с окружающим миром, в чем-то мы его не принимаем. И из-за этого получаем какие-то ситуации с животом. Вот меня тут Ингварий уже переводчиком назвал. Ну, я перевожу для того, чтобы образы просто более яркие. Есть такая методика запоминания, когда некий образ яркий ложится, и он помогает запоминать сложные какие-то комбинации цифр, чисел, людей и так далее. Вот что здесь надо вспомнить, если мы про живот говорим? Значит, раньше живот – это называлось жизнь. Вот жизнь. И поэтому живот, когда у человека, многие понимают, что там теплится жизнь, физиологическая жизнь там. Но живот еще имеет функцию переваривания. То есть, когда у вас связывается вместе жизнь-живот-переваривание, вы понимаете, что вы, как человек, не перевариваете ту пищу, которая поступает из мира. То есть, вы сопротивляетесь миру, не принимаете его, не можете понять, принять. И в этом случае тогда ваша жизнь не ладится. Вот если у вас проблемы с животом, это означает, что вы как-то не так воспринимаете этот мир вообще. Вы не можете принимать его, какой он есть. Вы пытаетесь каким-то образом что-то менять, и в этом случае вы не можете нормально жить, потому что мир создал вас. Вы были созданы в миру, а не вы создавали этот мир. Вот это самое главное. То есть, живот – это жизнь. Если функция живота переваривать, вы жизнь не перевариваете, не принимаете ее, то проблема у вас с животом, и в этом случае ничего хорошего вас не ждет. Далее, венозные сосуды. Говорили о реальных, теперь венозные. Венозные сосуды – это потеря вдохновения в целом, когда человек лишен вдохновения. Что такое вдохновение? То есть, человек пребывает в духе, то есть, какая-то божественная энергия на него нисходит. Так вот, полная потеря вдохновения, потеря связи с божественным, и у нас получаются такие вот проблемы с венозными сосудами, чаще всего они выражены в барикозе. Варикозное расширение вен – основная проблема в состоянии венозных сосудов, ну и плюс ишемия венозных сосудов. Очень, ну, у многих людей, у многих чаще, даже мужчин, после 40, ближе к 50 и так далее, возникает проблема с полой вены. Портальная гипертензия, то есть, вот область печени, это становится уплотненной, и венозная кровь, идущая по сосуду, она уже плохо попадает в печень, там создается избыточное давление, и через стенки венозного сосуда плазма крови начинает подсачиваться в брюшную полость. У мужчин появляется такой большой рыхлый живот. В крайней степени это выражено асцитом, то есть наличием жидкости в брюшной полости. Вот это потеря вдохновения, потеря связи с источником любви. Да, у нас сейчас таких мужчин огромное количество. Я смотрю, прям, когда так выпирает вперед. Но кто-то называет это пивными животиками, но мне кажется, здесь другая ситуация. Пивной животик все-таки это несколько другое. А тут прям вот ты так описал, когда жидкость уже, страшные какие вещи. А вот да, какой-то образ придумаю. Значит, получается здесь вдохновение, это когда человек может принимать информацию, перерабатывать творчески, и информация, которая в него приходит, он ее должен творчески перерабатывать, чтобы опять возвращать в мир. А тут, получается, информация в него идет, а он ее не то чтобы не принимает, он не может перерабатывать. Эти затыки возникают, и поэтому происходит расширение вен, какие-то вот такие вздутия и так далее. То есть он не может довести до головы, до сердца этой информации. То есть, опять же, какой-то вариант закостенелости, но связанный уже с творчеством. То есть, когда творчество отсутствует, роботизация такая, когда это одномонотонно, одинаковая работа, 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 там за компьютером, или там за станком, или вот за бумагами, за какими-то, одинаково, как робот себя превращает. И творчества никакого нет, нет вдохновения. Человек просто обреченный, как раб, только не на металлической какой-то цепочке он там сидит, а просто он привязан к своей работе, к всем делам, к какой-то повседневке, и не обращает внимания на то, что вокруг него что-то происходит. То есть, от мужчин, и многие думают, где бы заработать денег, да, вот где бы заработать денег, где бы за... У него все это крутится, 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 вот он, это пузико там растет, 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 он там заливает еще, если вдобавок чем-то таким после этой работы, когда надоело ему думать, он заливает чем-то еще, какой-то дрянью, в этом случае там получается набор. И то же самое с венами, выступлением, и у женщин часто бывает. В общем, много чего есть интересного, да, так получается. Далее, вилочковая железа, центр нашего иммунитета. С точки зрения психосоматики, дисфункции там возникают вследствие доверчивости ко лжи и лжи людям. Ты, вилочковая железа сейчас сказал, ткни пальцем, где она находится. А, ткни пальцем, где она находится, вот значит, в середине грудины, вот примерно, где есть разделение груди, да, в самом центре, вот такая плоская косточка, вот, которая делит нашу грудь пополам, хоть мужскую, хоть женскую. И вот у нас тут есть еремная впадинка, ну, такая впадинка возле, то есть шея, где заканчивается, там горло, да, и вот такая как впадинка. У мужчин под кадыком, но у женщин там внизу шеи. Нащупал ее? Вот впадинка там. Вот. И от этой впадинки где-то три пальца, три пальца прикладываешь к краю этой впадинки, и вот там, где три пальца заканчиваются, там примерно будет подгрудиной вилочковая железа. Центр нашего иммунитета. Она вырабатывает лимфоциты, то есть клетки, которые уничтожают инфекцию. Хорошо, что стал нежать туда. Я уже начал туда давить, думаю, что-то как нежно стал дышать. Не, ну туда давить не надо, а вот как способ стимуляции вилочковой железы, вот в месте ее нахождения, то есть три пальца примерно ниже еремной впадины, вот сюда кулачком простукивать. Может быть, наблюдал когда-нибудь дети маленькие стукают себя кулачками в грудь, да, вот так стоят, вот так вот стукают. Вот, собственно говоря, подсознательно так они, природа ими руководит, и они вот так стимулируют свой иммунитет. И человек может тоже стимулировать работу вилочковой железы вот таким образом, через вибрации, простукивание ее. Так вот, проблемы с вилочковой железой, с иммунитетом связаны с доверчивостью ко лжи. И доверчивость ко лживым людям. Чрезмерная доверчивость. Потому что я считаю, что доверять нужно всякому, да, но доверяй, но проверяй, как говорится. То есть, здесь доверчивость такая абсолютно как бы ни на чем не обусловленная. То есть, вилку надо определенную как защиту выставлять. Такая есть поговорка, любому зверю верю, а тебе езжу-погожу, да? Вот эта колючка такая, вилка, вот не надо слишком быть доверчивым. То есть, воспринимайте любую информацию не так, что нет, я все отвергаю, нет, вот так не надо, а так, что я принимаю, но я проверю. Когда вам подходит какой-то темный блондин с такими карими глазами и говорит с небольшим таким цыганским акцентом, или блондинка такая, да, крашеная, где видно, что вот оттуда из той же вот, и говорит, давай ручку позолочу, если я там всю правду расскажу, вот будьте поосторожнее. Очень часто такие товарищи, подруги, они имеют в виду не то, чтобы вам сделать какое-либо полезное дело для того, чтобы вас подсадить и с три короба там наврать и взять от вас что можно. Вот, с лишней доверчивость. Или когда смотрите очень много, больших количеств телевизор, неважно в какой стране, где вы живете, тоже будьте поосторожнее, потому что потом очень часто бывает, что телевизиончики там что-то напридумывали для того, чтобы рейтинг свой поднять, а вы думаете, что это на самом деле существует. То есть, вот вилочку такую выставляете, здесь вилочковая железа, вилочку выставляйте, и так, а дай-ка сначала попробуй, прежде чем в рот тянуть, так ткните, там, проверьте, насколько это удобоваримая пища для вас. Ну, я с тобой согласен, но я бы от себя добавил, что в моем представлении, видимо, можно сделать такую интерпретацию, что доверчивый человек, который доверяется, вот вообще беззаветно доверяется всем лживым людям, он впускает их в себя, соответственно, то есть, он открыт для контакта с такими людьми, никоим образом критично не подходит к восприятию этих людей, и они входят внутрь него, образно говоря, своими действиями, своими там помыслами и так далее. И, по сути, если этот человек лживый, то он может воспользоваться добрым человеком, получается так. И вот я считаю, что можно так интерпретировать, и еще с точки зрения того, что вилочковая железа отвечает за иммунитет, иммунитет у нас для чего предназначен? Чтобы предостеречь нас от всякого проникновения вредоносного извне. Так вот, лживые люди тоже – это своего рода вирусы, находящиеся вокруг нас, и если мы с этими вирусами никоим образом от них не защищаемся, то, соответственно, получаем проблему с вилочковой железой. Ну, то есть, паразиты, которые у вас пытаются залезть, они есть паразиты внутренние, есть паразиты внешние. И вот паразитирование на человеке, другим человекообразным существом, это плохо. И если у вас нет иммунитета внутреннего или внешнего, в том числе и от всяких там ложных действий, от красивых слов, то в этом случае вы будете терять иммунитет уже физический. Будут какие-то заболевания, простуды. Кстати, вот, ты обращал внимание на то, ну, наверное, обращал, что я тебя спрашиваю, это глупый какой-то вопрос, что когда у человека кашель или простуда, связанная с легкими, то как раз в районе этой грудины начинаешь массировать, где болевые точки вдруг ни с того, ни с сего появляются. И человек буквально на следующий день он начинает себя лучше чувствовать. То есть, массирование как раз мест, о котором мы сейчас говорим, где у нас косточки срастаются, грудные, это как раз позволяет как-то иммунитет поднять и вот эти точечки, промассировав, дать какую-то, ну, не знаю, активировать защиту, что ли. То есть, вилочковая железа здесь тоже, на мой взгляд, каким-то образом с этим делом может быть связана. Ну, ты можешь это прокомментировать уже как доктор. Ну, что, круто, что? Согласен. Совсем. Такой комментарий подойдет? Ты знаешь, да, я медальку сейчас себе повешу. Орден Сутулова. Давай дальше. Ну, дальше, значит, следует влагалище. Это обозначает потеря связи с женской природой, с женской энергией. То есть, когда женщина теряет свою связь, свои корни с женской силой, то вот начинаются такие проблемы, собственно говоря, с точки зрения психосоматики. Здесь можно как подойти к этому вопросу? То есть, если у женщины начинаются какие-то проблемы подобного рода, то, скорее всего, какие-то связи у нее с женской сутью нарушены. Часто у нас в современный период бывают такие мужеподобные женщины, у которых и гормональный фон, ближе к мужскому, у них и тестостерона в крови большое количество, и внешнефизиологические данные такие сходные с мужчинами, там, широкие плечи, крепкие руки, широкие запястья, голос такой, обилие волосяного покрова и на руках, и на лице вот есть такие женщины. Это ты какой-то ети, ети какой-то нарисовал, неандертальца, тоже выпалшего, который пилинг, не знаю, что такое слово, пилинг там, и пирсинги, и как там, что называется, и уход за ногтями, и так далее. Я понимаю, что ты живешь вот в экологически чистом месте, там, может быть, таких людей, женщин, таких нет. Да, как-то. Нет, здесь есть ети, я, конечно, я встречаю их иногда, и на самом деле, о чем будет третья передача с моим... Слушай, опять себя рекламирую. Вот. Но все-таки, все-таки, ну, не до такой же степени. Ты про ети будешь рассказывать? Я буду рассказывать про духов, природных духов, как человек помогает, правильно себя ведя в природе, помогает не убивать природу, как он позволяет упорядочивать, помогает упорядочить вот этим духом служебным, природным, избежать их смерти и так далее, избежать смерти природы, и тем самым создать условия для своего проживания. Это третья уже часть, там я забегаю еще дальше. Вот. А ты рассказываешь про людей, это страшные вещи. Про людей. Да, кстати, обратиться к нашим гражданкам, сударыне, если мы, значит так, мы против однополых браков, это однозначно, против вообще связи однополых, это неестественно, мы против этого, это никогда я не примирюсь с этой дрянью, которая сейчас Россию захватывает, но я против того, что женщины превращаются в мужеподобных, а мужчины превращаются в женеподобных. Так вот, женщины, для того, чтобы у вас не было проблем вот там, про что сейчас говорил Рерат, необходимо знать, что мужчины, даже любимые мужчины, это не только для того, чтобы переносить тяжести и прибивать гвоздики, на которые полочки вешать, они еще хороши иногда бывают в постели. Вот. А чем у вас регулярнее вот эти отношения, тем у вас меньше проблем, потому что получается естественный массаж. Я правильно мысль сложил? Ну, в целом, да. Причем, когда у женщины редко бывают оргазмы, то у нее может, у нее велик риск возникновения эндометриоза и миом. Вот. Вот опять-то ругаешься, эндометриоз, мне уже даже не выговаривать не боюсь, боюсь слова. Такие вот штуповины, которые начинают на матке нарастать, как шишечки такие маленькие, но, в общем, это ничего хорошего это не сулит. То есть ткань, ткань посторонняя начинает, кстати, мышцам матки прирастать, вот, тем самым ухудшая, ну, то есть способность матки к гетерождению. И миомы, миомы, это что-то такое, это соединительная тканная такая штуковина, которая образуется либо снаружи, либо внутри, но там в разных частях матки и расширяет, изменяет ее форму, деформирует одним словом. Вот, чем более регулярно будут отношения интимные между мужчиной и женщиной, чем больше удовольствия от этих отношений женщина будет получать, тем меньше у нее риск заболевания подобными вещами. И тем вероятность того больше, что будет у нас рождаться больше детей, если, конечно, это правильный подход к жизни. Вот, так что любите свою вторую половинку во всех смыслах этого слова. И все, Владимир. Далее волосы. Вот, проблема с волосами, это, с точки зрения психосоматики, проблема с изоляцией и защитой. все равно от внешних раздражающих факторов человек должен уметь защищаться, изолироваться от нежелательных факторов. И вот, если человек каким-то образом где-то здесь дает слабину, то получается проблема с волосами. Проблемы с волосами какие у нас могут быть? Ну, облысение, выпадение, бывает ломкость, сухость волос. Вот, все вот эти проблемы, они связаны с нарушением изоляции и защиты. Вот, Алексей. Ну, а что, Алексей, все хорошо ты рассказал. Волосы – это покров, он называется волосяной покров. Ну, да. Как раз вот из этой же серии все. То есть, вот, я просто, мы, как бы, ну, не мы, я изначально эту идейку подбросил, чтобы образы создавать, ты ее поддержал, а теперь следующий пункт нашей игры, затеи, чтобы уже наши радиослушатели здесь в чате какие-то писали свои ассоциации, потому что сказано. Это что-то будет более правильно, если уже не просто слушают, а сами уже создают устойчивые психические связи, то есть, ну, в мозгу, да, которые позволяли бы эти образы закреплять. И было понятно. Так, вот здесь вот засвербило, там закололо, значит, вот с этим проблема, обращение войны на то. Вот тут запотянуло, вот там, значит, еще что-то, значит, обращение войны на это. Вот создавайте теперь образы сами. Я в сторонку отхожу, теперь тебе мешать уже не буду. Значит, глаза. Глаза – это подозрительность к людям и событиям, неприятие того, что мы замечаем в своем окружении. Вот. Это вот глаза. Далее, голени. Голени, ну, это нижняя часть ног, да, то, что ниже колена до ступни. Это голень. Значит, голень – это гнев, ощущение предательства. То есть, если вы ощущаете предательство, то можно предположить, что вы начнете ощущать какие-то болевые ощущения в области голени. Значит, голова. Голова у нас, проблемы какие-либо с головой, болевые ощущения или иная ситуация может возникать вследствие гнева, разочарования окружением, невежества, слишком сильной самокритики. Или же это ограниченный способ мышления и сопротивления переменам. А вот тут давай поподробнее про голову, потому что голова – это наше всё, да? Как бы без руки человек может жить, без ноги тоже. Добро без головы проживи, да? После живота. Сначала вот живот, а потом голова. Не-не, если нет головы, то живот тут уже не поможет. Ну да, там будет проблема, конечно. Но основная проблема с головой возникает вследствие ограничения собственного мышления и сопротивления переменам, тем, которые происходят в нашей жизни. В принципе, здесь очень по психосоматике очень связано с животом. То есть живот у нас начинает проблемизировать тогда, когда мы не перевариваем окружающую жизнь, да? А с головой начинаются проблемы, когда мы ещё этому и начинаем сопротивляться. Просто когда нам не нравится то, что вокруг нас происходит, возникают проблемы с животом, а если возникает ещё, мы начинаем этому активно сопротивляться, то возникают уже проблемы с головой. Вот так ли. То есть, как говорится, на всю голову больной, да? Да. Просто не принимаешь вообще, сопротивляешься. А как вообще, как понять, что ты сопротивляешься тому, чему не надо сопротивляться? Как ты думаешь? Ну, здесь элементарно понять, когда человеку не нравится то, что с ним происходит. и очень важно посмотреть с точки зрения его жизни, полезны эти изменения для него или не полезны, то есть, к чему они ведут, и сопоставить свои внутренние ощущения от этих изменений. То есть, бывает так, что человеку не нравятся те изменения, которые с ним происходят, но они будут ему на пользу, даже если они ему несколько неприятны. И опять же, здесь речь идёт об осознанности. То есть, если человек будет жить осознанно, понимать, брать ответственность за свою жизнь на себя, то он сможет понять, что это, может быть, мне не нравится, но это для меня полезно. Так вот, если человек, осознавая это или сознательно, или подсознательно, что мне это не нравится, но будет полезно, он начинает к тому сопротивляться, вот тут уже возникает как раз та ситуация, когда не надо. Но бывают перемены в жизни, которые, в общем, иногда бывает, им нужно сопротивляться, они нужны для укрепления духа, для укрепления стойкости характера. То есть, очень важно дифференцировать. Такие изменения чаще всего связаны с какими-то близкими тебе людьми, что-то происходит с близким человеком, тебе нужно проявить твёрдость, свои лучшие качества для того, чтобы поддержать, помочь ему. Что-то происходит с тобой, какие-то изменения, которые могут затянуть тебя вниз, по лестнице твоего душевного развития, сопротивляться этим изменениям. А с точки зрения психосоматики имеются изменения в жизни, которые сами по себе нейтральны. То есть, наступление неких новых обстоятельств в жизни человека, которые каким-то образом его жизнь изменяют. Причём, обычно человек не знает, хорошо это или плохо, но поскольку все мы привыкли, ну, большинство из нас привыкло, то есть, не то, что большинство привыкло, а привыкает к определённым условиям жизни, обстоятельствам, что-то менять в своей жизни очень не хочется. Так вот, если эти изменения грядут позитивные, и человек начинает им сопротивляться, вот тогда и появляется ситуация с головой. Это моё видение. Да, вот здесь, наверное, так это очнулся мужик, голова болит, нащупал шишка, так, начинает вспоминать, что же произошло. По сторонам осмотрелся и понял, что ему не понравилась табличка на этой двери, что эта дверь закрыта, вход рядом. И он, значит, с разбегу всё равно пытался в эту дверь войти. Дверь на самом деле оказалась закрытая и закрытая крепко. Но не нравилось ему входить через соседнюю дверь. Можно попробовать эксперименты ещё раз, потерять сознание на какое-то время с разбегу. Можно в конечном итоге всё-таки пожалеть голову, понять, что она одна такая хорошая, другой не дадут для этой жизни. И, наверное, всё-таки в соседнюю дверь войти, не пробуя эту дверь лбом на крепость. Ну да. Я считаю, что в нашей жизни всегда дороги для человека открыты. Другое дело, что видит человек эти дороги или не видит, принимает он их, не принимает. А путь свободен всегда. Другое дело, что желания человека, устремления человека, они могут быть односторонними. И вот, как ты правильно сказал, человек может бежать, биться лбом в закрытую дверь. Хотя, если внимательно глядеться вокруг себя, то рядом увидишь одну или, может быть, даже не одну открытую дверь, куда можно пойти и все будет хорошо. Что там дверь? Он Ден Кихот там вообще с мельницами витринными сражался, прославился, так что, может быть, наслушат, кто-то скажет, стряжите тоже ерунду, и вон мухи бьются головой всю жизнь, в стекло залетит и бьется, пока живет. И ничего, героиня. Вот хороший пример. Кстати, это только глупые мухи бьются головой в стекло, а умные мухи отлетают назад, осматриваются, видя сорточку, и в комнату залетает, я считаю, только умные мухи, а глупые мухи ломятся в стекло достаточно долгое время. Ну да, ну ладно, хорошо. Вот, что касается далее, горло, ну это сложности с общением, то есть, невозможность, зажимает человек что-то в себе, не хочет что-то говорить, высказывать, вот, возникают проблемы с горлом. Как говорят, наступает себе на горло, да? Наступает на горло. Ну да, наступил себе на горло, было больно, да, но он терпел. Хорошо, хорошо. Про Штирлица не будем мне тут рассказывать, да. Дальше. Далее, грудь. С точки зрения психосоматики, это недостаток любви к себе на фоне чрезмерной отдачи любви другим. То есть, когда мы любим всех вокруг, но не любим себя при этом. И вот, я в большей степени уверен, что сейчас у многих спроси, даже у тех, кто присутствует в нашем чате, а что такое любовь к себе? И большая часть не ответит. Или же ответит, ну, вернее, будет задуматься над этим, я не знаю. А на самом деле, что такое любовь к себе? Это очень важно. И причем, любовь к себе, это основа здоровья человека. Основа. Самое главное. Если человек себя не любит, вернее, скажу так, если человек себя любит, он никогда не будет болеть. Абсолютно никогда. Ты знаешь, любовь могут понимать сейчас извращенно немножко, немножко в другом присутствии, нежели чем ты говоришь. Например, любить себя любимого, это означает себе ничем не отказывать. А себе ничем не отказывать. Это мороженое, пироженое, плюшки, печенюшки и все остальное. Кто-то там себя любимого там пивком балует, кто-то там себя любимого газировкой сладкой, а ты говоришь не болеть. Да после такой диеты тут хочешь не хочешь заболеешь. Или что-то не так? Любовь к себе в том контексте, в котором я не говорил, она подразумевает под собой принятие себя таким, какой ты есть реально. Вот, допустим, человек толстый, ну ладно, ну и ладно, я толстый, ну и что? Там другой, там другой, я не знаю, там не очень хорошо разбирается в компьютерах, третий там плохо катается на коньках и там четвертого какие-то другие, то есть у всех у нас существуют какие-то проблемки, недостатки, которые иногда ставят в затруднительное положение или нам не нравятся. И вот любовь к себе это принятие себя таким, каким ты есть и любить себя таким, каким ты есть, то есть не стараться себя как бы вот подогнать под общий строй, знать себя, кто ты и радоваться тому, какой ты есть. Можно даже сказать наслаждаться тем, что ты такой именно, потому что у каждого из нас есть свои плюсы, есть свои таланты, открыть в себе эти таланты и можно даже сказать, вот смотришь ты в зеркало, да, и очень хорошо будет, если ты будешь сам себе нравиться. Появляется у тебя какое-то желание, да, собственное желание, не то, что деструктивные желания, о которых ты говорил, выпить какую-то еду, которая будет разрушать наше тело или еще что-то, нет, а просто вот желание что-то осуществить, да, что-то сделать или там куда-то выдвинуться, и нужно очень внимательно относиться к собственным желаниям и выполнять их, то есть жить в контакте со своей душой, жить в ладу со своей душой. Когда человек живет в ладу со своей душой, и он делает то, что как бы живет по совести, делает то, что ему нравится, то, что ему хочется, то, что ему по сердцу, как говорят, по душе, то вот это называется любовь к себе. А возможно, будет проще понять антиподи, объяснить, что такое нелюбовь к себе. Нелюбовь к себе это когда человек заставляет ходить себя на нелюбимую работу. Нелюбовь к себе это когда человек заставляет жить себя с нелюбимым человеком из-за различных каких-то причин. Нелюбовь к себе – это когда человек в любом случае в чём-то себя принуждает. В чём-то себя принуждает. Сейчас, конечно, многие могут сказать, вот можно же себя принуждать к развитию. Но здесь я хочу сказать, что принуждать себя к развитию крайне малоэффективно, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. В данном случае, даже если вы имеете, к примеру, какой-то уровень душевной конституции, которая на данный момент может вам не нравиться, вы посчитаете, что он неправильный, опять же, да, хотя это тоже отчасти не любовь к себе считать, что ваши какие-то суждения не являются правильными. По сути, разобраться, что всё, что идёт от вашего сердца, что всё, что идёт от вашей души, если вы умеете к себе прислушиваться, это всё правильно для вас, для вашей жизни. Но здесь очень важный момент. Такое нужно делать только после того, как вы уже, по сути, стали добрым человеком. Пока вы ещё человек, живущий в энергии разрушения, во зле, во злобе, переживающий массу негативных эмоций, то прислушиваться к себе может быть, конечно, чревато и опасно. Вот. Так что... Ты знаешь, очень многие эгоисты, они себя очень сильно любят, и от этого страдают не меньше. Секундочку, смотри, что такое эгоизм, да, и что такое любовь к себе, вот разница между ними, она есть, но она очень тонкая. Эгоист — человек, который удовлетворяет свои потребности в ущерб другим. Вот это эгоист. А человек, который просто заботится о себе, он никогда не будет эгоистом, потому что заботясь о себе, человек становится счастливым. А счастливый человек делает всё своё окружение счастливым. Не может человек заботиться о другом человеке в должной мере эффективно заботиться, если он перед этим не позаботился о себе. Не может человек добросовестно и искренне любить другого человека, если он внутренне несчастен сам. Поскольку не может человек дать того, чего он сам не имеет. И если человек не имеет внутренней любви к себе, он её не может дать другим, он может дать видимость этой любви. Но люди, находящиеся в сложных эмоциональных или жизненных ситуациях, они крайне эмпатийны, то есть чувствительны. И обычно такие люди всегда понимают, когда искренне, а когда неискренне. И здесь разница между эгоизмом и любовью к себе, она достаточно тонкая грань. Но прежде всего эгоизм от любви к себе отличается тем, что человек, любящий себя, он не приносит никому вред своей любовью к себе. Очень важная разница ещё такая. Очень важный человек себя ни с кем не сравнивает. Человек просто говорит, я себя люблю. Или я хороший, я замечательный. По-современному говоря, я классный. Но это любовь. А вот эгоизм и негативные ощущения – это тогда, когда человек говорит, я лучше, чем тот. Я самый классный. Я превосхожу всех остальных. Вот это уже разрушительно. Это уже пагубно. Но когда человек любит себя и радуется себе без сравнения себя с другими людьми, а просто самому себе, такой, как он есть, это позитивно, это нормально. Очень нужно, чтобы человек сам себе нравился. Потому что когда человек сам себе нравится, это значит, что он себя принимает. То есть он себе по нраву, по норму, по его. То есть он такой, какой он должен быть. Если человек сам себе не нравится, или же если человек начинает искать себя в сравнении с другим, то он уже, соответственно, уходит в ложный путь. Он уходит в злобу, в зависть, в негативные эмоции. Вот в этом разница. Если мы себя ни с кем не сравниваем, если своими действиями, направлены на осуществление своих желаний и потребностей, и мы не наносим вред другим людям, то это нормально. Алексей? Да, все хорошо. Я с тобой согласен. Но это очень тонкий вопрос, на самом деле. Это нельзя так вот дать какое-то, на мой взгляд, четкое описание, и чтобы начали ему следовать. Это необходимо прочувствовать. И как это всем нашим радиослушателям за один раз донести? Но это проблематично. Здесь все-таки понятия довольно высокие. Хотя бы просто понять. Вот, допустим, если ты себе нравишься просто сам по себе. Вот в зеркало смотришь, и ты себе нравишься. Это один момент. А когда ты в зеркало смотришь на себя и думаешь, а, я лучше, чем Иван, да? Или там, я лучше, чем Петя, я круче них, я сильнее накачивал, мне бицепс больше. Вот это уже нехорошо. А когда ты просто смотришь на себя, и тебе нравится то, что ты видишь отражение в зеркале, это хорошо. Я так теперь понимаю, почему у многих девчонок подружек настоящих нет. Потому что они говорят, а вот у Машки-то вот это вот лучше-то. Я сейчас себе тоже что сделаю. А вот там у Юльки-то вот это вот лучше-то. А я круче, чем они. У меня вот это вот и так далее. Вот это вот как раз и есть вариант из эгоизмов. Но он просто лечится, выходит замуж, женщина, да? И все становится на свои места. А вот если у мужичков такие вещи есть, то они так мальчиками глупенькими могут и остаться на всю жизнь. Если все время будут сравнивать себя с другими. Ну да. Так, ну продолжаем. Да, далее, значит, желудок. Желудок – это основное усвоение, нарушенное усвоение новой информации. То есть когда к человеку поступает новая информация, он ее не усваивает, пропускает мимо ушей, у него могут возникать проблемы с желудком. Вот. Далее. Желчный пузырь. Желчный пузырь с точки зрения психосоматики проблемы с желчным пузырем могут возникать, если человек имеет мнение о себе, как о неудачнике. Если у него хронические обиды и печаль о каком-то былом событии. Вот эта проблема с желчным пузырем может возникать. Вот. Зубы. Зубы. Неспособность принимать эффективные решения. То есть если человек как-то не хочет или не может принимать эффективные для его жизни решения, то есть эффективные, что значит? Действенные, которые имели реальное воплощение, причем это воплощение было бы полезно и значительно. Вот. А то у человека возникает проблема с зубами. Вот. Далее. Кишечник. Проблема с кишечником – это неспособность избавиться от старых убеждений. Ну, это вот кишечник очень близок к санусам. Только там старые убеждения, человек придерживается их, да, а здесь вот неспособность избавиться от них. Не работает перестатика, да, не выводится от старых убеждений. Ну, да. Иммунная система – это ощущение отсутствия безопасности, ощущение давления, пренебрежения собой. Вот. И в моей практике действительно были случаи, когда вот, вернее, в моей практике были случаи, когда действительно вот это психосоматическое определение подтверждалось, да, когда на человека оказывается хроническое постоянное давление, когда его к чему-то постоянно побуждает, то у него могут возникать вот такие проблемы иммунной системы, аутоиммунные заболевания, когда иммунная система начинает ополчаться на самого человека. Возникает воспаление кишечника, возникают какие-то ситуации с кожными проявлениями. Это вот отсутствие ощущения безопасности и давления, пренебрежения. Вот. Значит, кожа. Что такое кожа? Кожа, с точки зрения психосоматики, это неспособность защититься, ненависть к себе, навязчивое отношение. То есть, что значит навязчивое отношение? Когда к вам, как говорят, без мыла просится кто-то, да, вот. Наличие таких отношений может, и ваше подсознательное отторжение этих отношений могут вызывать проблемы с кожей. Это, скажем так, в самых общих чертах наиболее такой глубинный смысл. Там, конечно, можно копаться, вытаскивать более поверхностные значения, но вот более глубинный смысл такой. Значит, костная система. Это, с точки зрения психосоматики, проблема возникает, когда человек накладывает на себя большое количество ограничений, и вследствие этого у него отсутствует гибкость. Вот. Это что касается костей. Далее. Ну, в принципе, так и получается, что все различные любые травмы опорно-двигательного аппарата, они возникают вследствие отсутствия гибкости. То есть, человек, когда напряжен, сжат, то возникают переломы, травмы и так далее. Кровь. Проблемы крови с точки зрения психосоматики – это сложность в общении с партнером и стыд. Навязчивое, гипертрофированное чувство стыда вызывает проблемы с кровью. Очень часто так бывает при раке крови, когда действительно пациент испытывает непреодолимое такое огромное чувство стыда за какие-то там свои действия или же за действия там близких или иных людей, которые находились под его попечением, могут вызывать такие тяжкие заболевания. Вот. Проблемы с легкими возникают, когда человек считает, что потребности других важнее его собственных. или же чрезмерные старания, приводящие к переутомлению. Алексей, ты здесь? Да, я здесь. Я вот слушаю про переутомление, так как себе примеряю. Ну вот, да. То есть, если человек имеет какие-то проблемы с легкими, с бронхами, то это потребность помогать другим больше, чем собственное. И чрезмерные старания. Далее, лицо. Страх быть отверженным. То есть, если какая-то ситуация у нас происходит с лицом, соответственно, можно поискать у себя страх быть отверженным. То есть, брошенным, покинутым, отторкнутым, прогнанным, там еще как-то. У нас всякие проблемы с лицом. Что-то между прыщики выскочили, там перекосило, или что еще там? Ну, что угодно. Хоть прыщики, хоть перекосило. Хотя здесь, конечно, это немножко идет в коллизию, в разрез как бы с основной, вот, да, там, с правкой живота, там, со всем остальным, где там говорится, что это там проекционные зоны разные. Но вот в психосоматике это так. Все, что связано с лицом, все негативные изменения с лицом, которые происходят, могут быть связаны со страхом быть отверженным. Вот. Такая вот ситуация. Далее, значит, мозг – это негативное мышление и чрезмерное беспокойство. Ну, самое главное – это негативное мышление. Что такое негативное мышление? Негативное мышление – это когда в нашем мышлении преобладают любые негативные эмоции. Негативные эмоции – это страх, обида, гнев, жалость, там, ну, и так далее. То есть, все, что омрачает наш внутренний мир, все, что омрачает наше сознание. Ну, а мозг – хорошо. А мозг в этом случае, что, какие болезни в этом случае, можно сказать, что вот это причина. Начиная от нарушения мозгового кровооснабжения и заканчивая там Альцгеймером, Паркинсоном, там, не знаю, опухолями мозга. То есть, все, что угодно. Имеется в виду орган. Вот психосоматика рассматривает орган либо болезнь. Да, в данном случае я говорю об органах. Вот. И орган, и любая проблема, которая с ним связана, имеет под собой, это опять же психосоматика так считает, имеет под собой вот такую проблему в мышлении или психоэмоциональном состоянии человека. В данном случае любое заболевание головного мозга связано с таким нарушением мышления человека, как негативизм. То есть, постоянное пребывание в каком-то негативе. Не то, что человек ходит постоянно злой, чем-то недоволен. Нет. Он может выглядеть нормально, иногда даже и улыбаться, и смеяться, но его стакан наполовину пуст всегда. Вот. Такие состояния могут приводить к проблемам с головным мозгом. Далее, значит, может быть, ты что-то хотел сказать, Алексей? Да нет, мозг вообще такая штука интересная. Так, если разобраться, он контролирует все, но при этом его никто не контролирует, кроме, если так разобраться, своего высшего я, то есть себя, истины, которые в этом теле не находятся. Поэтому болезненные ощущения в мозге могут не проявляться до поры до времени. Это будет сказываться на поведение человека. Ведь вот когда какой-либо врач, занимающийся мозговой деятельностью, вам будет рассказывать о больном человеке, вы будете удивляться. Ведь любой больной человек по мозгу, он будет себя считать вполне здоровым человеком. Вот. Крайне редко больной человек, у которого проблемы с мозговой деятельностью, будет говорить, что да, у меня проблемы. Очень много сумасшедших людей или душевно больных, как называют, они себя считают здоровыми людьми. Если, например, заболел палец, то любой человек скажет, что у меня болит палец. Если в животике что-то заболел, скажет, что у меня болит живот. Дышать тяжело, скажет, дышать тяжело. А когда проблемы с мозгом возникают или какая-то душевная болезнь, в этом случае большинство людей не могут это проанализировать. Они себя продолжают считать здоровыми. Вот эта бич, страшная такая штуковина, которая, я не знаю даже, как ее так вот самостоятельно диагностировать. Потому что мозг ведь контролирует все. и кто в этом случае будет контролировать сам мозг, это под большим вопросом. И только высокоразвитые духовные люди не те, кто в какой-то секте находится. Не путайте, многие там начинают говорить, вот он там духовный. Нет, люди, попавшие в сект, это, во-первых, большинство людей больные на голову. Это уже показывает моя практика понаблюдала таких людей огромное количество. Казалось бы, полез за духовностью, при этом стал, еще усугубил свои проблемы. Вот. А именно духовно-высокие развитые, высокодуховно развитые люди, вот они каким-то образом умудряются диагностировать, что у них какая-то проблема начинается там-то, там-то, и они через медитацию, через какие-то действия, там еще через что-нибудь себя умудряются вытащить из болезни мозга. А вот обычные люди это, конечно, только взгляд со стороны может это диагностировать. Ну, понятно. Так, дальше движемся, да? Конечно. Конечно. Значит, мочевой пузырь – это робость, нерешительность. Печень – склонность к самобичеванию, агрессия, ярость, вина, злоба, извительность и так далее. Пищевод – подавление гнева, подавление ярости, подавление обиды. То есть, подавление эмоций нам не разит проблемы с пищеводом. Поджелудочная неспособность наслаждаться жизнью. Вот это очень важно, и очень многие люди не могут наслаждаться жизнью, не могут радоваться жизни, и, соответственно, у многих из них случаются проблемы с поджелудочной железой. позвоночник проблемы в общении с другими, неспособность попросить желаемого. Вот очень важно, на самом деле, человек, когда не может попросить желаемого, неважно, у жизни попросить, у другого человека, у супруга, у супруги, то может возникать проблема с позвоночником. То есть, человек хочет, но попросить боится. Вот, почки вина, страх, обида, застарелая грусть. простота, ощущение, что другие лучше тебя. Вот это, в принципе, про мужиков, про душ, как говорится, в душ идут, и все кажется, что другие лучше тебя. Не-не, пошли помериться за угол, а оказалось, что у других побольше, да, и подлиннее айфоны, там, большего размера. И вот тут вкралась в него проблема-то эта, и простата заболела. Не, смех смехом, а ведь на самом деле так очень часто и происходит. Ну, да, селезенка, потери связи женская энергия, беспомощность, то есть, мужчина тоже имеет связь с женской энергией, и если мужчина теряет свою женскую энергию, у него могут возникнуть проблемы с селезенкой. С точки зрения психологии, у каждого человека есть внутренний мужчина, есть внутренняя женщина, то есть, ну, внутренняя женская, мужская суть. И в нашей традиции тоже это присутствует. Так вот, если мы теряем связь с женской энергией, да, мы чаще становимся такими жестокосердными. Ну, в общем, далее. Сердце, отсутствие движения в жизни. Ощущение того, что жизнь слишком сложна. Вот при этих ощущениях могут возникнуть проблемы с сердцами. Суставы. Подавление прошлого. Ощущение, что всего мало. Вот всё, что в жизни происходит, всего мало. И такого человека могут возникнуть проблемы с суставами. Или же подавление прошлого. Что-то там в прошлом произошло, что человек вместо того, чтобы это пережить, как-то отбросить, оставить, он это загоняет ещё напросто вглубь, не переживая, а подстёгивая себя. Хорошо. А суставы что там? Болят, воспаляются, хрустят, что там, пощёлкивают, выскакивают из сумок суставных? Всё, что угодно. Но когда выскакивают из сумок суставных, это уже гипертрофированная ситуация. Но начинается всё с пощёлкивания, похрустывания. То есть признать проблемы, что начали все суставы пощёлкивать, похрустывать. Потом обычно ощущается болезненность после едительных нагрузок. Потом болезненность появляется уже при обычных нагрузках. Потом уже человеку сложно этот сустав использовать в обычной жизни. Потом он уже начинает выскакивать у него. Но изначально первичная ситуация – это когда он похрустывает. Как только начал похрустывать, значит следовательно нужно обратить внимание на то, что нет ли такого ощущения, что тебе всего мало. Я-то думал, это всё музыкальное сопровождение. А тут оказывается всё так серьёзно. Да. Ладно. Так, значит, шея – это неспособность выразить свои чувства. Человек, когда что-то чувствует, но выразить это не может, загоняет это вглубь. Вот как-то так. Не может он вследствие каких-то обстоятельств выразить свои чувства, у него начинает болеть шея. У женщин там холмики всякие вздуваются, да, горбик, как говорят, Дорий горбик, вот на седьмом шейном позвонке такая штучка появляется. Вот это неспособность выразить свои чувства. К сожалению, в нашем обществе женщины очень часто загоняют свои чувства внутрь себя, терпят там что-то и так далее. Но такая вот ситуация. Потом… А мы про это говорили, когда говорили почаще. Мужиков-то используйте по назначению, не просто для перетаскивания грузов. Вот когда вы ему что-то будете рассказывать, ему будете гладить его, он к вам нежно будет относиться, вот вдовья горбика не будет. Ведь, смотрите, вдовья горбик, вдовья горбик, казалось бы, иносказательно, а он говорит о том, что даже при муже вы можете себя ощущать вдовой. То есть нет этих чувств, ощущений, вы закрыты, вы или стыдитесь этого, думаете, что вас не поймут, какая-то ложная такая нежность, якобы кто-то обвинит вас. Нет, не надо этого бояться. Наоборот, женщина должна быть нежной, она должна свои чувства раскрывать, она должна ими делиться, она должна с лаской относиться к своему окружению. Это как раз предназначение женщины. Когда она семьи нежность отдает, чувства отдает, вот хранительность очага. Смотрите, как все мудро-то и просто получается. А когда она превращает себя в синий чулок, когда ее задача изменить весь мир к лучшему, сделать карьеру и так далее, то все дети на стороне мужчины, на стороне живет сам собой. Очаг такой в тлеющем состоянии домашний, она не берегиня, она такая вот, занимается такой бизнес-вумен такой, которая прыгает, бегает, старается с семьей соревноваться, а потом у нее там вот этот вдовий горбик почему-то вырастает. А нет чувств, которые она может, естественно, как женщина проявить, обласкать кого-то, обогреть кого-то, проследить за тем в семье, какое состояние, как чего. То есть теряется вот эта женская красота, теряется женская нежность, чувственность, и все, и превращается она какого-то мужлана в юбке, который там, да, ходит к каким-то этим, которые тоже там говорят разными голосами, стилисты, а вот стилисты, вспомню слово. Вот, к ним она ходит, вроде так ее приглаживают, пристригивают там, чего-то с ней делают, подкрашивают, вроде на женщину, да, похоже. Внутрь заглянешь, а там и я и лошадь, и я и бык, и я и баба, и мужик. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Дальше у нас это щитовидная железа, это чрезмерная угодливость, то есть попытка угодить всем на свете, ну и недостаток энергии. Вот, и в завершающем части угодной это яичники, обида на мужчин. Просто вот если у женщины есть затаенность и обида на мужчин, то имейте в виду, что может возникнуть там проблема с яичниками, допустим, там колики стос какой-то яичников, там или недоразвитость, или атрофирование, или там они начнут функции свои терять. Вот. Ну вот так вот. То есть, женщины, за каждое высказывание все мужики козлы, вы получаете один колик туда. Не-не-не, смотри, за высказывание наоборот нет. Когда женщина проговаривает то, что у нее там накопилось, это хорошо. Все мужики козлы, колики все пропадают. Ну, типа того. Я считаю, что каждый мужчина, коли любит он свою супругу, то, можно даже сказать, должен терпеть, выслушивать от нее то, что она там говорит. Потому что иначе, если муж не будет выслушивать свою жену, жена у него будет болеть. Поэтому, мужчины, если хотите, чтобы супруги, жены ваши были здоровы, то выслушивайте то, что они вам говорят обязательным порядком. Я, допустим, стараюсь всегда выслушивать свою жену. Вот она мне что-то говорит, жалуется на меня, на кого-то другого, о жизни что-то рассказывает. Ну, выражает свои чувства словесно мне. Я всегда стараюсь, иногда у меня, конечно, это не получается, но я всегда стараюсь ее дослушать до конца. Все, что она говорит. Чтобы она полностью высказывать. давая возможность женщине так полностью высказаться, мы, как бы, позволяем ей облегчать себя, и женщина в этом состоянии будет более здоровой. Но вот тогда, когда женщина загоняет вот это все, что она не высказала, вглубь себя, то имейте в виду, что эта часть прячется в яичнике, часть прячется в желудок, часть прячется в печень, другая часть осаждается на почках. И вот со временем, со временем это все накапливается, накапливается, и потом начинает жену лечить. Вы слушаете своих жен, можно даже завести такую практику, вот пришел, посадил напротив и спрашиваешь, как дела? И она начинает ей рассказывать, а ты сиди и слушай. Это, можно сказать, как такая практика оздоровления собственной жены. Вот. Тогда я делюсь одним секретом, который здесь многие не знают. Значит, прежде чем посадите женщину на стул перед собой и сказать, ну-ка, давай рассказывать, вы должны сначала в уши вставить беруши, сказать, вот теперь рассказывай, сидите впереди, киваете головой, сидите так, киваете, киваете, давай, давай, давай рассказывать. Иногда одну берушу так вытаскиваете, все рассказываете, нет, нет, давай дальше, умница, давай, Ну ладно, хорошо, посмеялись Так, что дальше мы делаем? Ну, дальше мы можем отвечать Уже на вопросы наших радиослушателей Потому что вводную часть рассказал Можно подискутировать на эту тему Либо уже отвечать на вопросы Хорошо, тогда включаем небольшую музыкальную паузу На две с половиной минуты И после этого подискутируем Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю, что сегодня у нас 4 октября 2016 года Вторник По одному из современных календарей По одному из старинок 14 день месяца Божественного начала 7525 лета Седмица Кто отмечает праздники по этому календарю Тех поздравляю с Днем Великой Рассеи А мы продолжаем наш живой эфир Который посвящен теме Психосоматика человека Или от чего болеют люди Или от чего мы болеем Автор сведущий Захар Белинский Арират Вот когда мы говорили про Там, что надо выслушивать кого-то И как-то одного профессора спросили А как вы вообще стали настолько успешным Что вы вот и преподаете И к вам ходят лечиться Разные люди И консультируются Вот от чего вдруг такой успех-то Он говорит, вы знаете В молодости я был совершенно Совершенно неуспешным человеком Потому что у меня был очень хороший слух Я очень много людей слушал И пытался отвечать на вопросы А потом, когда стал постарше Просто у меня слух стал ухудшаться Я меньше стал слушать И когда я чувствовал, что человек По его интонациям По его мимике Он уже выгорелся Тогда я уже начинал говорить Вот, говорит, и весь секрет Так, ну ладно Продолжаем Продолжать мы теперь будем Тем, что ответим на вопросы Которые поступили в чате Народного славянского радио И возвращаясь к самому началу Вот прокручиваю Прокручиваю Василий Васильевич Тут понаброснул вопросов Из нашего чата Первый вопрос Поступил от Андрея Из Екатеринбурга Арират, подскажи Где в Крыму Можно купить Стимулин Д И как этот препарат Из жука Пандеруса Повлияет на психосоматику Женщины И поможет исправить Гормональные сбои Вызывающие ярость Агрессию Раздражительность У женщины Благодарю Обрыв связи Так, что-то у нас со связью Произошло В Крыму Это я услышал Сейчас я попытаюсь Перезвонить Поставлю какую-нибудь Музыкальную Песенку Ну, например, вот эту Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Итак, связь восстановлена Продолжаем на Народном Славянском Радио Разговор Был вопрос Где можно в Крыму Достать Средство Стимулин И Поможет ли это Исправить Гормональный Сбой Вызывающий ярость Агрессию Раздражительность У женщины Вот ты начал В Крыму И на этом у нас Прервалось Значит, в Крыму Стимулин Д Можно приобрести У Ивана Ильминского Он самостоятельно Ловит этих жучков Вот Делает из них Настойку спиртовую Живет он Насколько я помню В городе Севастополь Каким образом Это повлияет На психосоматику Стимулин Д Наносится на различные Точки Человеческого тела В том числе И на родничок И вот таким образом Он влияет На гипофиз Гипоталамус А это Можно сказать Центр нашей Гормональной системы И внося изменения Позитивные изменения В состоянии Гипофиз Гипоталамус О том Выравнивает Гормональный фон И соответственно Психоэмоциональное состояние Женщины Изменяется В лучшую сторону Тут же еще Можно задействовать Дополнительную Область печени Потому что Если пишется О ярости Агрессии Раздражительности То тут Налицо Влияние Еще и печени Поэтому Родничок Печень Вот таким образом Использует Стимулин Так ответил Хорошо Благодарю Дальше Вопрос в эфир Рират Ты сказал Что все болезни От своих мыслей Но Есть же Еще и Кармические болезни И болезни Наведенные Извне Какие твои мысли По устранению Этой категории Болезней Благодарю за вопрос Я все-таки Считаю Что По-прежнему Считаю Что все болезни От мыслей Вот Здесь говорится О кармических Болезнях Да Но Что такое Кармические болезни Что такое Вообще Карма Да Карма Карма Это Определенная Ситуация С человеком Которая Ему дается Для того Чтобы он Приобрел Определенный Душевный Духовный Опыт И изменился Трансформировался Так вот Опять же Поскольку Покуда Человек Находится На определенном Уровне Сознания То и Мысли его Будут Одинаковыми И здесь Нет никакого Противоречия Между кармической Болезнью И моим Утверждением О том Что все Болезни Происходят От мышления Вот человек Так мыслит Поэтому Карма У него Такая Мышление Изменится И карма Его Изменится Вот Болезни Наведенные Извне Ну Конечно Можно Считать Что есть Болезни Наведенные Извне Но Здесь Важно Понимать Что Если Ты Человек Сознательный Взрослый И ты Берешь В полной Мере Ответственность За себя И за свою Жизнь То даже Те болезни Которые На тебя Наведены Извне Ты Ответственен За то Что их На тебя Навели То есть Ну Там Да Допустим Какая-то Бабка Ворожея Там Кто-то К ней Пришел Попросил Там Порчу Навести Она Взяла Навела Но Вот Эта Вся Ситуация С приходом К бабке С наведением Порчи Образно Говоря На человека Если Это Есть Или Наведением Вредного Энергоинформационного Воздействия Так Вот Если Это Вредное Энергоинформационное Воздействие Случилось И Были Какие-то Факты И события Вследствие Которых Это Воздействие Было На тебя Наведено То В данном Случае Можно Говорить О том Что Твое Упущение Которое Привело К возникновению Этой Наведенной Якобы Извне Болезни Которой Ты Никак Не Причастен Так Вот Твоя Причастность Заключалась В том Что Ты Допустил Какое Либо Негативное Взаимодействие С другим Человеком Который Потом Пошел К бабке И что-то Сделал Вот И Тут Поскольку Ты Человек Если Уж Задумаешься О таких Вещах Ответственный Наверняка Хочешь Нести Ответственность За все Свои Действия И быть Взрослым В полной Мере Духовно Взрослым Человеком Понимай Что Здесь Ответственный Точно Так же Твоя И Изменяя Себя Внутри Ты Изменишь Окружающий Не наводить На него Никакую Порчу Потому что Он Во-первых Будет отдавать В окружающую Вселенную Посыл Того Что он Добрый Человек Вот И Вселенная Соответственно Зеркалом Будет зеркалить Ему Добро В ответ Если же Мы Имеем Внутри Себя Злобу По отношению К каким-то Другим Людям Агрессию По отношению К другим Людям Злость И обиды На других Людей Не стоит Удивляться Тому Что у нас Появляются Болезни Наведенные Извне Ну вот Так Ответил Хорошо Так Следующий Вопрос От Владимира Изматищ Арират Какие дела Странные Происходят Стоит Мне вместе С супругой Пойти В магазин У меня Начинает Очень сильно Болеть Спина И поясница Все Начинает Раздражать До бешенства Однако Если я иду Один И по своим Дела Никаких проблем Нет Что это За напасть Такая Ну С точки зрения Психосоматики Тема эфира Очень вписывается Очень хорошо Да Очень хорошо Вписывается То Спина Это Всегда о том Что мы Какой-то Груст на нас Который нам Неудобен Который нам Тяжел Ну и Поясница Это Переключаясь На народную Медицину Это область Кишечника Почек То есть Какие-то Страхи Переживания И так далее А вообще Касаясь дальше Сути вопроса Все начинает Раздражать До бешенства Да Вот Это Сейчас сказано Из чувства Собственной важности Причем Чрезмерной Да Все начинает Раздражать До бешенства То есть Есть человек Есть окружающего Пространства Ему Это окружающее Пространство Не нравится Он хочет Его изменить Но не может И тут Вступает Вот такой Фактор Когда человек Начинает Просто впадать В бешенство Крайняя степень Негодования Это С моей точки зрения Происходит От Несколько Гипертрофированного Чувства Собственной важности Когда человек Считает Что окружающий Мир Может Его Только лишь Радовать Вот Когда человек Не задумывается Над своими Собственными Делами И ждет Опять же Сходя с Предыдущим Вопросом Ждет от того Что окружающий Мир Будет Преподносить Ему Подарки Будет делать Что-то Для него Хорошее А он В ответ Ничего Как бы Делать Не работать Над собой Не делать Ничего Хорошего Не будет И вот Это Заблуждение Что касается Стоит мне С супругой Пойти В магазин А когда Иду Один По своим Делам Никаких Проблем Нет То Здесь Можно Сказать Что может Быть Вам Стоит Задуматься О том Что вам Самому Хочется Не хотите Выходить С супругой В магазин И не Ходите По большому Счету Если Нужно Что-то Помочь Отнести Тяжелое Но Это Собственно Говоря Как Своего рода Послушание Можно сказать Служение Семье Служение Хозяйке Очага То есть Если у вас При этом Возникают Какие-то Негативные Ощущения То Стоит Задуматься О вашем Отношении Возможно К семье И к Собственной Жене На самом деле Но я не Претендую На то Что я сказал Сейчас верно Но таково Мое мнение Владимир А ты можешь Пояснить Это касается Всех Магазинов Или в первую Очередь тех Где есть Какие-то Вещи Больше Подходящие Для Супруги Например Вот вы идете В продуктовый Магазин Там меньше Спина болит Хотя Тяжести Приходится Таскать больше Там морковку Капусту Картошку И прочее А когда Идете В какой-то Непродуктовый Магазин То в этом Случа Жена Когда начинает Что-то Присматривать Какие-то Вещички Может быть Для дома Как она Украсить Что-то Думает Или для себя Любимой То Тут спина Начинает Больше болеть Вот Такой ответ Дай мне Пожалуйста Еще можно Добавить Что Владимиру Можно посоветовать Любить себя Но не хотите Выйти в магазин Но не идите Если там Ваше присутствие Не является Обязательным Сделайте так Как вам хочется Что супруге Необходимо Для похода В магазин Предоставьте ей А сами Займитесь Теми делами Которые вам Кажутся важными И нравятся вам Если ваше присутствие Там необходимо Ну уже Присутствуете И крепитесь Считайте Что это полезно Для вашего Духовного Душевного Развития Читайте мантры Так Вопрос в эфир Юрий Брест Арират С чем Может быть связан Врожденный Вывих бедер Врожденный Вывих бедер Может быть связан Либо с Пренатальным Периодом Когда ребенок Находился В утробе Матери И какие-либо Обстоятельства Происходившие С матерью В тот период Допустим У него был Какой-то стресс Получился Гипертонос Матки И плод Находился В таком состоянии Что бедра Развивались Таким образом Что после рождения Получился Вывих бедер То есть На каком-то Нужно Разбирать Как мать Носила беременность Либо В процессе родов Акушеры Когда извлекали Плод Там могли Каким-то образом Вывихнуть Либо В процессе Формирования Опять же В перенатальном Периодом В утробе Матери В процессе Формирования Костного аппарата Костей таза Возможно Была какая-то Жизненная ситуация В матери Из-за чего Кости таза У ребенка Развились Несколько иначе То есть Это Ибо перенатальный Период Ибо родовая Ситуация Но Здесь нужно Разбирать Именно Период Матери Если это Перенатальный Период И тогда Когда станет Известно Были ли Какие-то Жесткие Серьезные Стрессы У матери В период Беременности Можно будет Лучше Понимать Ситуацию Ну а мне Видится еще Дополнение С моей стороны Дело в том Что Про карму Был вопрос Это как раз Может быть Связано С кармическим То есть В прошлой жизни Очень активно Бедрами толкался Не принимал Чужую точку зрения Пытался Свою доказать Сопротивлялся И так далее Вот получай В этой жизни Поменьше будешь Толкаться То есть Это надо Воспринимать И с точки зрения Каких-то проблем Которые были У мамы С точки зрения Проблем Которые возникли При родах С точки зрения Каких-то Ранних выехов Которые могли быть Уже после родов Но в первую очередь На мой взгляд Необходимо учитывать Что это было Спущено Еще Себе же Самому любимому По кармической Наработке С прошлой жизни Чтобы поменьше Можно было Вот это делать Ну здесь надо Разбираться Более интимно И вот Владимир Прислал ответ Для меня Вполне ожидаемый Что это происходит Только В магазинах Женской одежды И косметики То есть Жена берет Нашего уважаемого Владимира И говорит Володенька Пойдем дорогой Я сейчас себе Буду косметику Убирать Вот женскую одежду А ты сейчас Будешь на меня смотреть И говорит Подходит мне Это или не подходит И Володя тогда Берет последние волосы Дерет на своей голове Сколько можно вообще Она говорит Ну не психуй Так не психуй Ну потерпи А он идет У него там Спина уже начинает Ломаться Хотя что там Косметика весит Да что там Женская одежда весит Вот Так что Это понятно Что просто Владимир не понимает Для чего Он находится там Он бы уже сделал Кучу полезных вещей Там Гвоздей в стены Понатыкал Саморезов Понакрутил Там Что-нибудь Отремонтировал Поставил Может быть куда бы съездил Там денег заработал Или там С ребенком Позанимался А тут Его тянут Непонятно Зачем Непонятно Куда Вот Если так Подходить В лоб То в этом случае Да Непонятно Зачем Непонятно Куда Ничего в этом Хорошего Быть не может Если же Отталкиваться От того Что супруге Необходимо Участие Владимира Что она Очень его любит Что он Такой Прям удивительный Уникальный И незаменимый Человек Которому Она только Доверяет Что Ей Очень важна Реакция Владимира На то Какую Она вещь Выбирает Какую Косметику Она выбирает Как она Смотрится Той или иной Вещей Нравится Она ему Не нравится То Тогда у нее Будет совсем Другой подход Исходя из Того Что Сегодня Захар Нам рассказал Что Ведь Женщина Наряжается В первую очередь Замужняя Женщина Должна По идее Наряжаться Для мужчины Она должна Его Как-то Возбуждать Чтобы Ему было Приятно Находиться Чтобы Смотрел Он так Гривыми глазками Почаще На нее Вот А это Нежность Это Сердечные Проявления Это Принятие Мира Это Здоровье Женщины В конце Концов В конечном Итоге Твое Владимир Здоровье Так что Если ты будешь Подходить Мне там Деться То в этом Случае Да Лучше Тогда Находи Другое Занятие Скажи Вон Бери Себе Подружку Иди Выбирай Но В конечном Итоге Надо Учитывать Что В этом Случае Вместо Подружки Может Оказаться Друг Который Там В магазине Будет Ходить И Выбирать С ней Нравящиеся Ему Вещи Вот И как бы Потом Не было Какого-то Ая-яйки Вот это Не так Просто Так Идем дальше С этой Напастью Разобрались Юрий Избрест Арират С чем Может быть Связано Врожденные Рвы Федора Сказали Вопрос Эфир От Владимира Изматиевича Почему-то Некоторые люди Меня Бесят Уже Своим Присутствием Это Защитная Реакция Организма На Раздражитель Действующий Подсознательно Благодарю За вопрос Вопрос Очень хороший Здесь Можно Ответить Многогранный Причин Здесь Может быть Множество Начиная От того Что Вы Можете При помощи Своих органов Чувств Ощущать То Что Не видите Руками Глазами То Что Нельзя Потрогать Нельзя Увидеть У каждого Из нас Есть Энератическое Поле В котором Отражается И Помысл Человека Его Настроение Эмоции И так Далее И когда Вы Входите Допустим Видите Какого-то Человека Входите С ним В определенное Взаимодействие Пусть даже Визуальное То Вы Считываете Ваше Вернее Тело Считывает Эту информацию Вы Получаете Ее И В этом Случае Они Вас Могут Бесить Вследствие Того Что К примеру Вы Считываете Что Они К вам Негативно Как-то Относятся Или Еще Что-то И У вас Прозникает Ответ На реакцию Это Один Момент Второй Момент Эта Ситуация Может Происходить От Того Что У вас Самого Великое Чувство Собственной Важности И Вот Возможно Существует Такое Мнение Что Все Должны Не то Что Все Но Люди Должны Как-то Так Себя Вести Чтобы Меня Не Раздражать А С другой С другой Вот Если Представить Что Человек Вас Раздражающий На самом деле Не человек Как таковой И Не Придавать Ему Большого Значения Ведь Раздражают Только Те Люди Которые По сути Имеют Для Человека Какое-то Значение Какое-то Важное Представить Что Это Просто Как Сухая Ветка Если Человек Идущий По лесу Наткнется На сухую Ветку Что Он Сделает Он Не будет С ней Ругаться Скандалит Злиться На нее Она Не будет Бесить Просто Он Пройдет Дальше Эта Сухая Ветка По плечу Он Не остановившись Двинется Вперед Точно Так же И люди Возникающие В нашей Жизни Которые Нас Бесят Которые Вызывают Негативные Эмоции Мне кажется Не стоит Обращать На них Больше Внимания Чем На сухую Ветку Когда Мы Отдаем Им Свои Эмоции Переживаем Что-то В отношении Этого Мы Расходуем Свою Жизненную Энергию Попусту Зазря На мой Взгляд Здесь Очень Проявлен Скрытый Один Из Страхов Которых Велась Речь Как раз В первой Самой Части Лекции Про Которую Неоднократно Говорю И вот Если Разобраться С Родовой Нитью Как жить Без Страхов То Многие Люди Не будут Абсолютно Никак Раздражать Человека Он будет Совершенно Нормально Относиться Причем Себя Он не будет Абсолютно Никак Настраивать На это Он просто Будет Воспринимать Это Как Есть Оно И есть И Никакой Проблемы В этом Он Испытывать Не будет Потому что Ну Потому что Так устроен Человек Если Он Что-то Не Понимает То В этом Случа У него Возникает Оторжение Что Очередной Дурак Пришел Сейчас Будет По ушам Мне ездить И там Очередной Дебил Сейчас Будет Рассказывать Как Там Надо Жить На свете А я Уже Воспринимаю Какой Он Есть Он Дебил Полный А я С дебилом Общаться Не хочу И у меня Начинается Чесотка Раздражение И вообще Хочу ему В нос Дать Вот То есть Так вот Доходит Здесь Нас Уже Уплекают Типа Любители Преувеличения И Может И одна Типа Сходить Там Или Там Пишет Да Она Просто Да Просто Он Не Любит Химию Нюхать И тут Пишет Данил Да Вот Как Может Обернуться Измена Преувеличение Если Оно К месту То Оно Рождает Яркий Образ Если Это Яркий Образ В голове Укладывается То В этом Случае Он Позволит Дальнейшем Не допустить Ошибок Которые К этой Неприятности Могут Привести Поэтому В нашем Случае Преувеличение Как Яркий Образ Помогающий Человеку Избежать Дальнейшим Проблем Вполне Уместен Поэтому Здесь Я иногда И преувеличение Допускаю Вот Если Кому-то Эти преувеличения Помогут И спасут Его Я буду Счастлив Спасут В каких-то Необдуманных Шагов Или В каких-то Импульсивных Шагов Я буду Просто Счастлив Чтобы Хотя бы Одному Человеку Мы помогли В этом Мире Разобраться И жить Хорошо Дальше Следующий Вопрос Это Олега Из Иркутска Какие Рекомендации Рерат Можешь дать Тем людям Которые Имеют Чувствительную Нервную Систему Мнительность Мысленные Блоки И прочее Которые Обращают Внимание На многие Слова Сказаны Другими Людьми Из общества События Которые С ними Происходят Является Лекарством От Вышеперечисленного Это Укрепление Своей Духовности Внутреннего Стержня Подсознания Мудрости Предков И тем самым Автоматически Стать цельным Внутри Стрессоустойчивым И избежать Психосоматических Трудностей Благодарю Олег Изархутска Благодарю Олег За вопрос Вопрос такой Что ему можно Посвятить Целую Передачу На самом деле Я Краткие Рекомендации Что с моей Точки зрения С передачи По поводу Психосоматики Но Несмотря на это Исходя из того Что ты увидел Да я тебе скажу Что действительно Укрепление Духовности Занятие Каким-то Духовной Практикой Помогает Избавиться От тех Ситуаций О которых Ты пишешь Но в данном Случае Я бы еще Посоветовал Конечно Работать Животом Потому что Состояние Внутренних Органов Оказывает Влияние На наше Психоэмоциональное Состояние И нужно Привести Внутренние Органы В нормальное Состояние Снять с них Напряжение Восстановить Кровоток Здесь в твоем Случа Будет уместно Делать Перезагрузку Самостоятельно Самому себе То есть Делать Гипоксию Погружать себя В состояние Синкопы Так называемого Или провала Ну и Со временем Дорогу Осилит Идущий У всех По-разному У кого-то Быстрее У кого-то Медленнее Но Изменение Физического Состояния Всегда Влечет за собой Изменение Психоэмоционального Состояния И чем более Здоровым Вы становитесь Физически Тем более Крепким И духом И спокойным Спокойным Нравом Вы будете Как бы Морально Вот Вот так Вам все Нужна сноровка Закалка Тренировка Да Ну вот Опять же Вот все же здесь Перечислено Вот Олегом Это Об этом Обо всем В принципе Опять же Возвращаясь В той лекции Вот я не могу Все время Тянет Сказать об этом Посмотрите Внимательно Эту лекцию Родовая нить Там как раз Рассказывается О том Что здесь Перечислено Если человек Не воспринимает Этот мир Как он должен Посвоенимать То в этом случае Всегда он будет Рефлексовать На то Кто что-то сказал Кто-то там Что-то Ляпнул про него Как он подумал И много-много чего Там появляются И мнительности Какие-то мыслительные блоки Все идет из одного Из-за того Что человек Не понял Кто вообще Хозяин в этом мире Вот его теле И как это все строится Посмотрите Естественно Что ни в коей мере Нельзя выпускать Из виду О чем сказал Арират Это работа Со своим телом Какая-то физическая нагрузка Работа с животом Гимнастики И все прочее Прочее Инструментарий Должен быть Достаточно широкий Как ментальный Так и физический Если вы физиологию Выпускаете Занимаетесь Только ментальными практиками То в этом случае Есть Серьезная проблема Превратиться В некого ботана Где Голова хорошая А все остальное Никакое Если же вы Выпускаете Ментальность И только качаете Своё тело Превращаетесь В такого качка Который просто инструмент В чьих-то руках Такой Не совсем разумный человек Которого используют Как тяговый механизм Для того Чтобы что-либо Сдвинуть Куда-то Перенести Или кому-то там Навалять По полной программе То есть Не надо в крайности Впадать Необходимо иметь Полный инструментарий Чтобы быть полноценным Человеком А полноценный человек Это не только физиология Не только ментальность Это ещё и осознание Которое стоит Над этим всем Ментальность Она выходит Из осознания То есть Кто вы есть То вы будете думать Паразит Он мыслит С точки зрения паразита Ментальность паразитическая А тот Кто не паразит То человек У него И мышление Человеческое И человеческая Физиология Человеческие мысли Человеческая жизнь Это всё взаимосвязано Но прежде всего Необходимо знать Кто ты Для чего ты здесь То есть Вопрос Кто я Вот как раз В той самой Встрече Нашей дружеской Об этом подробно рассказывалось Дальше Вопрос эфира От Олега из Иркутска Почему Когда долго стоишь В одной позе Где-нибудь в очереди Кисти рук Начинают Покрываться Так У нас опять Вылет происходит Сейчас ещё раз Звоню Рада Что-то у нас Вылетает Вопрос я задаю Он меня не слышит Появился Итак Если ты появился Читай вопрос От Олега из Иркутска Когда долго стоишь В одной позе Где-нибудь в очереди Кисти рук Начинают покрываться Красно-синими пятнами И Слышно И по ощущениям Становятся тяжёлыми Нарушение кровоснабжения Это или что-то другое Ну да Это нарушение Кровоснабжения Возможно Где-то в области Плеча Артерия Каким-то образом Пережата Либо Нарушение Капиллярного Кровоснабжения Потому что Бывает так Смотря в какой Позе вы стоите Если это однообразно Если там где-то В плечевом Поясе Есть гипертонус Мышца Где-то может Передавливаться Нервное окончание Капиллярные Кровеносные сосуды Артерия может Поджиматься Из-за этого Нарушение движения Лимфы Там может возникать Вследствие этого То Да Это Нарушение Кровоснабжения В целом Я думаю Что наверное Прежде всего Необходимо проверить А есть ли вообще Сколиоз Или какие-то Искривления Видимо Невидимы То есть Подойдите к зеркалу Посмотрите На каком На одном у вас уровне Плечи находятся Посмотрите Что там у вас С бедрами С тазовыми костями На какое расстояние Что выше Что ниже Где-то может быть Искривление есть Вот это может быть На мой взгляд Один из вариантов Почему такие Происходят неприятности Потому что позвоночник Он не просто же Позвоночник Так как палка какая-то Там же много чего Проходит внутри Где-то что-то перекосило Где-то что-то передавило Смотришь Ага Мышца начинает в тонусе Гипертонусе быть В гипертонусе Значит что-то Она подтягивает Или наоборот Растягивает Не туда и не там Где-то значит Что-то постоянно Находится в пережавтом состоянии Потому что если вот Рукой двигать Вперед-назад Вперед-назад То она сокращается То растягивает Сокращается Растягивает Да Мышца То пережимает Например какую-то артерию То опять дает возможность Двигаться там Или вену А если она постоянно Была зажата Вот держится 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 То в этом случае Там может быть Зажатость И вот в вене Или в артерии В чем-то еще Тут надо разбираться И начинать наверное С позвоночника И дальше уже смотреть Что там от него идет В сторону руки Наверное так может быть Ну да Так Хорошо Вопрос в эфир от Данила Здравия Соведущая Рират Как думаешь Наличие таких явлений Как психосоматические заболевания Объясняют модель того Что лечение Исцеление организма Необходимо Проводить на трех уровнях Духовным Душевным Телесным Если да То в каком приоритете Следует проводить лечение Или же одновременно На всех уровнях Благодарю за ответ Я могу ответить Следующим образом Если лечение Не срочное То тогда можно Заниматься Духовным Душевным А потом Когда вы подготовитесь Переходить к телесному Если же Вмешательство Здоровье Нужно производить Срочно То тогда возможно Необходимо начать С телесного А духовное Душевное Подключить параллельно Вот Но реже Получается Излечить Когда ты Занимаешься телом А потом Пытаешься Приступить К душе И к духу Потому что Хотя Здесь возможен Процесс Когда Действие на тело Немножко изменяется И душевное Состояние человека Вот Возможно Как-то меняется Ему мировоззрение И уже Духовное состояние Но Здесь могут быть Откаты назад Поэтому В любом случае Духовное Душевное Здравление Не упускать Из виду И делать Хотя бы Параллельно Вместе с Телесным Лечением Благодарю тебя За ответ Очень правильный Если человек Опять же Не понимает Для чего он И кто он На этой земле То в этом случае Все инструменты Будут Ему Не под руку Если же он Понимает Кто и зачем Он на земле Он начинает Брать те инструменты Которые позволят Его роль На земле Выполнить Возложенные На него обязанности Обязательства Выполнить То есть Наверное Человеку Который Занимается Не знаю Там Засолкой Помидоров Ему Наверное Какой-нибудь Там Подкова И гвоздик Этой подкови И молоток Будут не нужны А если человек Занимается Какими-то делами На конюшне То в этом случае Наверное Ему Не нужны будут Инструменты Которые В столярной Мастерской То есть Ну Если там Только пересекаться Побуду что-то Подремонтировал И все То есть Для каждого направления Нужны свои инструменты Если человек Не понимает Кто он Чем занимается В тот случай Будет хвататься За все Что под рукой Попадается В этом случае Он нормально Свою роль в жизни Не исполнит То есть Изначально Понимание Под это Потом дальше Инструментарий И совершенствование Затачивание То есть Вот это все Должно быть И Если человек Опять же Понимает Кто он И идет Куда надо В этом случае Он не будет Выпадать В те ситуации Которые будут Вредить ему Физическому здоровью То есть Тело в этом случае Страдать не будет Опять же Возвращаемся К той самой лекции Которую я уже Неоднократно говорил Там об этом всем Рассказывается И вот уточнение Кстати По поводу Вот Онемения Затекания И так далее Вот пишет Вторая степень сколиоза То есть Вот я сегодня Работаю таким Жрецом Предсказателем Вот Есть искривление Есть зажатие Есть такие вот Неприятные ощущения В конечностях Что тут Можно порекомендовать Ну если Такой уже Получается С-образный сколиоз То Здесь нужно Воздействовать Не то что Воздействовать Но обратить Внимание на почки На Мочеполовую систему В целом Состояние печени Жорчного пузыря Желудка Кишечника Если С моей точки зрения То есть Как бы я Здесь подошел То я бы Поправил живот Снял напряжение Размял Потом Корректировал Опорно-двигательный аппарат Вот так Ну что Хороший вариант То есть Поправили животик Потом уже Поправим все остальное Так Дальше Вопрос от Олега Из Иркутска Какие психосоматические Причины Могут вызывать Как сартроз Тазобедренного сустава По твоему мнению И как Противодействовать Болезни В этом ключе И восстанавливают Ли суставы Многочисленные Приборы Рекламируемые По СМИ И рекомендованные Упражнения От мануальных терапевтов Костоправов Благодарю Благодарю за вопрос Олег Значит С зрения психосоматики Как мы раньше Разбирали Бедра Это семейные Проблемы Разногласия Следует Обратить внимание Покопаться А нет ли Такой ситуации В вашей семье Далее Что касается Коксартроза То С нашей точки Законения Вот в нашей системе Справки живота Народной медицине Висцеральной терапии Мы считаем Что Такие проявления Случаются Только вследствие Нарушения Кровоснабжения В области таза Если Такие Нарушения Кровоснабжения Происходят То Соответственно Кость Уже начинает Деградировать И происходит Вот такая Ситуация Здесь Как вопрос Звучит Так Противодействовать И как Противодействовать Болезни В этом ключе Но противодействие Основное Заключается В снятии Напряжения В восстановлении Притока И оттока Крови То есть Восстановление Артериального Венозного Кровоснабжения В области Таза Вот А в свою очередь Эти проблемы Они обычно Всегда связаны С отягощенным Кишечником Толстым Нижними отделами Тонкого Кишечника Слепой Сигмовидный Когда этот Кишечник Становится Отягощен Он Придавливает С собой Область Низа Живота Венозный Ток Нарушает И у человека Образуется Застойное Явление Нарушается Питание Крови Этих Костей Вследствие Чего Идет Деформация То есть Снимаем Напряжение С области Низа Живота Восстанавливаем Кровоснабжение Области Таза Вот Восстанавливаем Кровоснабжение Бедер Ягодиц То есть По кругу Вокруг То есть Человека Потом Дальше Мы начинаем Разбираться Почему Кишечник Отягощен Он Отягощен Следствием Плохой Работы Желудка Желудочного Пузыря Поджелудочной Близы И так далее То есть Опять же Приводим Живот В порядок Восстанавливаем Кровоснабжение Низа Живота И дальше Очень хорошо Использовать Пчел Пчел Восстанавливает Тазовые Кости Даже при Коксартрозе Так что Отпадает Надобность В операциях То есть Здесь Можно Правка Живота Массаж Живота Пчелы Обрыв Связи Так У нас Какая-то Опять Проблема Со связью Что-то Нас Сегодня Связь Не радует Надо Что-нибудь Еще Поставить Такое Веселенькое Ну У нас Осень Идет Давайте Может быть Что-нибудь Связанное С Осенью Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Итак Связь Остановлена Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 4 октября 2016 года Вторник По одному Из старинных 14 день Месяца Божественного Начала 7525 лета Седьмица День Великой Рассени Это праздник По этому Календарю Я поздравляю Тех Кто Отмечает Этот праздник Мы Восстановили Связь И продолжаем Отвечать На вопросы Наших Радиослушателей Итак Вот мы говорили Про тазобедренный Сустав И Как-то так Коварно Связь Вайфайная Нас подвела Продолжи Пожалуйста Свою мысль Мы Разговорили По поводу Прибора Можно Рекламировать Как-то В сторону Микрофон Ушел Куда-то Вот так Лучше Да Вот так Лучше В общем Смысл в том Что если Этот прибор Стимулирует Улучшение Кровоснабжения Области Таза Ну вообще Не важно Области Таза Не области Таза Но если Этот прибор Стимулирует Улучшение Кровоснабжения То он может Быть полезен Если Вам неизвестно О такой его Способности То возможно Он будет Не особо Полезен Вот Различные Упражнения От мануальных Терапевтов Они наверняка Несут пользу Для организма Но если То есть Они могут нести Общую пользу Да Могут нести Конкретно При Куксартрозах Поэтому если Опять же Не направлены На Улучшение Состояния Кровоснабжения В области Таза В области Низа Живота Тогда В данном Конкретном Случа Эти упражнения Будут полезными Вот Алло Да Ну вот Наверное Так Вот как-то Так Хорошо Тут уже Предложения К тебе идут Помочь Отладить Твой компьютер Вот Так что Буду тебе Присылать Наших умельцев Я был бы Рад Потому что У меня иногда Нерв Ни времени Не хватает На это Делать Понятно Буду тебе Присылать Наших умельцев Тогда Не удивляйся Вопрос Нет Вовсе Вовсе Не жалость Жалость Себе Это Постыдное Чувство И негативные Переживания Его ведет К множеству Проблем А любовь Себе Это прежде всего Принятие Себя Таким Каким ты Есть Со всеми Твоими Проблемами Недостатками И При этом Радостно Относиться К себе То есть Радоваться Саму себе Как лучшему Другу Вот И любить Себя То есть С нежностью К себе Относиться С заботой К себе Относиться Жалость Это Жалость Возникает Тогда Когда Человек Находится В таком Каком-то Плачевном Состоянии И Вызывает У окружающих Эмоции Вот Такие Да там Но Если ты Даже Находишься В плачевном Состоянии И Твой Внутренний Мир Ничего Кроме У вас там Что-то Не получилось Не занимайтесь Самоездом Это Нормальное Отношение К себе Можно сказать Это Одно из Составляющих Любви К себе Вот Ну опять же Если человек Осознает Для чего Он пришел В этот мир То в этом случае Он прекрасно Понимает Что ошибок Сверху Быть не Может То тело Которое С его же Помощью Было Здесь Создано С его Высшим Я Тем Которым На самом деле Здесь Было Создано То оно Не является Ошибочным Оно Было Создано Для того Чтобы При помощи Этого тела Произвести Какие-либо Манипуляции Какие-либо Работы Действия В этом мире Чтобы получить Ту или иную информацию И в этом случае Он воспринимает Это тело Как оно есть И тело Тогда В общем-то Ведет себя Тоже вполне адекватно Оно не стремится Взять на себя Излишний груз Или наоборот Сбросить То, что Должно На нем быть И в этом случае Тогда все Уравнивается В этом мире И все становится Очень хорошо И замечательно Вот об этом Как раз Опять же Та самая Лекция Так Дальше Вопрос От Андрея Из Екатеринбурга Как помочь Тещи преодолеть Негативные эмоции Которые Она брызжет На окружающих После просмотра ТВ Или Наигравшись В социальных сетях В игры Благодарю Вот сразу скажу Это будет посвящена Вторая часть Моего выступления Вот видите Сколько себя Приходится рекламировать Не похвалишь себя Да Ну давай Теперь отвечай ты Ну С моей точки зрения Вот Помогать Тещи Преодолеть Негативные эмоции Я бы допустим Стал только тогда Когда бы она Меня сама Об этом попросила А если Вы это видите Со стороны И вы видите Что из нее Брыжет Но при этом Она вас Помогать себе Не просит А вы Просто берете И вмешиваетесь В эту ситуацию И делаете так Как вы считаете Нужным Ну Нигде не знает А вы уже берете На себя ответственность За свою тещу Вот Как ей помочь Но Я буду разбирать Ту ситуацию Которая Говорит там Если теща Вас сама просит Помоги мне Я не знаю Что со мной происходит После телевизора И компьютера Значит Ну что В данном случае Удалить Телевизор И компьютер То есть Те факторы Которые так Негативно Умеляют Это по-моему Потому что Телевидение Никак не переделать Восприятие Тещи Телевизора И компьютера За один Ник Тоже не переделать Поэтому Удалить Эти факторы При этом Наверняка В почтенном возрасте Когда уже Жизненные стереотипы Достаточно крепко сидят Наверное Только Удалением Телевизора И компьютера Можно это сделать Да Если человек Стал наркоманом А здесь явны Признаки Наркомании Когда он Погружает себя В этот мир Например В компьютерных Игр Там ему Хорошо Замечательно Но Когда он Выходит В обычный мир То в этом случае Отходняк Наркотический Происходит И мир Его Начинает Раздражать Потому что Там все Было Хорошо Замечательно Нравилось Все очень Просто И хорошо А тут Приходится Делать Какие-то усилия Это вот Синдром Алкоголика Синдром Наркомана Как хотите Это называйте В этом случае Надо убирать Сам наркотик Телевизор Это такой же Наркотик Где человек Начинает Думать Что он Хозяин жизни И вот Как пьяный К радио Докопался Давай споем Давай споем Вот из этой же серии Но поскольку Радио поет Свои песни И говорит То что нужно ему А не слушает Человек Который к нему Пристает Давай споем Про рябину А он там Про священную войну Грубо говоря Песню заводит Это его не устраивает Поэтому Очень часто Человек Начинает Проявлять Агрессию На окружающих Ему кажется Или когда он Погружается В эту виртуальную Реальность Какие-то там Ток-шоу смотрит Или политиков Очень много смотрит Здесь профессор Преображенский Прямо Слова золотые Про чтение Газет Вот То Он начинает Думать Что вот Он что-то меняет И включается В игру Под названием Ток-шоу Или политиканство И начинает Активно Свою позицию Гражданскую Выражать Естественно Он не может Этих негодеев Достать Которые там Что-то говорят Неправильно С его точки зрения Но Ближние Под боком Скалка Всегда в руках И можно разобраться С теми Кто Так или иначе Оказался рядом На них Изливая Это все Негативное Поэтому Это опять же Один из вариантов Наркомании Которых многие Не подозревают Поэтому Как я сделал В свое время Когда почувствовал Что некоторые Из моих Приближенных В семье Страдают Такой определенной Зависимости Телевизионной Я просто-напросто Испортил антенну Просто пошел Испортил антенну И сделал на роутере Такие установки Которые не позволяли Бо какие-то там Игрушки заходить И так далее То есть Много чего там Подправил И настроил Вот И Сначала было Возмущение Большое Причем я сделал Такие глаза Небесно-синего цвета Поднял их наверх Так посмотрел Ангелочкам прикинул Сказал Это не я Это не я Не знаю Что случилось Да будем разбираться Будем разбираться То есть Пошел на эту Вот такую ложь Понимаете Взял грехность На душу А как быть Кому легко Вот еще не пожертвуешь Ради благополучия И спокойствия семьи Вот Две недели Телевизора у нас В квартире не было Вот Две недели Там Никто в компьютер не играл И я Стал анализировать За эти две недели В общем-то Намного лучше Стала обстановка Ну потом Кто-то додумался Позвонить мастеру Телевизионному И весь мой план Расстроил Вот Тут надо тоже учитывать Так что Вот такие Есть проблемки Надо просто учитывать Что Телевизор Это наркотик Если его не по назначению Использовать В этом случае Будет беда Компьютер Интернета Тоже наркотик Если не по назначению Использовать Тоже будет беда Все должно Использоваться По назначению Надеюсь Я внес Свою Такую Маленькую лепту В изучение И Этого вопроса И расстановки Всех Проблемочек На свои Проблемок На свои места Вопрос эфира Просто Она формирует Определенную данность Исходные условия И Человек Уже в этих Исходных условиях Живет И варится Получает Те психосоматические Расстройства Которые Обуславливают Состояние Его психоэмоционального Состояния Вот и все Я думаю Все просто Ларчик Просто открывался Так Дальше Разбираем вопрос От Олега Из Иркутска Благодарю Обрыв Связи Опять Со связью Проблемки И мы Прибегаем Опять К Нашей Маленькой Базе Музыкальной И запускаем Ну вот Давайте Вот это Послушаем Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Вот Восстановили Мы связь Читаю Какие Тут пришли К нам Сообщения В чате Ой Изверг Какой-то Отнял Конфетку Великая Жертва Чего люди Не делают Ради любви К родным И близким Пошел На обман Так я же Сказал Да Вот Взял Гришок На себя Что поделаешь Необходимо Было Так Ты Начал Отвечать И Wi-Fi Тебя В очередной Раз Перебил Продолжай Да Можешь Напомнить Мне вопрос Судяком Прочитать Нет Последнюю часть Вопрос Сам Суть Вопрос Так Какая Кармическая Духовная Наследственность Составляющая Влияет На психосоматические Проблемы Людей Благодарю Нет Там про Толстокожие Да Это Сфорнил Дальше У нас Эпитеты Были Это Человек Который Ничего Не чувствует Толстокожий Ни на что Не вращает Внимание Но при этом К чужой Боли Пофигист И так далее Так прочее Что он На себе Может испытывать Какие болячки К нему могут Прилитнуть По этому поводу Ну Вполне вероятно Что у него Будет ожирение У него будут Проблемы с печенью Проблемы с кишечником Вот Вследствие Это проблемы С сердцем С почками Ну Собственно говоря Ничего хорошего Поскольку Если этот человек Славно развит Он будет Не особо Будет задумываться Над тем Что он ест Отсюда Получит Проблемы печени Кишечника Вот Но вследствие Лишнего веса И все остальные Проблемы Так что Ничего хорошего Его не ждет По идее А еще С артериями Проблемы Потому что Сердце у него Закрыто Он не любит Людей Ну Соответственно Да Когда желудок У нас Деревенитый Становится плотным Он поддавливает Дышную аорт Она становится Уже жесткой Конечно Вот Переплетение С психосоматикой Вот здесь прямое Вот Так что В принципе Людей Которые не задумываются Над тем Над своей духовностью За тем как они живут И ничего хорошего На самом деле В этой жизни Не ожидать Вот Поэтому еще одна Мудрость такая есть Никогда Не злитесь на людей Которые Здесь перечислены Которые Жестокосердные Которые Не любят других Которые толстокожие Которые Не воспринимают Чужую боль Жизнь Наказывает их Их остается Только так Ну Посочувствовать им Что ли Пожалеть Ну не берите Вы на себя Ответственность За то что Вы еще Создаете Проблемы Проблемы Себе И этому человеку Устанавливая Прямую обратную связь Через негатив То что вы на него Злитесь Что он вас Не понимает Что он такой Жестокосердный Что он такой Толстокожий Что он не чувствует Вашу боль Сострадания не проявляет Не надо на него Злиться Его к сожалению А может быть К счастью Для Я не знаю Там в разных ситуациях К сожалению К счастью Можно говорить Жизнь и так Его в общем-то На место всегда Будет ставить Он будет много страдать Поэтому не добавляйте Вы не себе Проблемы Добавляйте Вы не ему проблем У него этих проблем И так будет Огромное количество Жизнь мудрее нас С таких людей Надо вот Как-то К ним относиться С пониманием Вот просто Отпускайте его И все Своей жизни Не идите на Ответную реакцию Какую-то Не делайте зла Только потому Что он злой И как-то зло проявляет Вы главное Зло не проявляйте Так Дальше Вопрос эфира Дениса Из Москвы Подскажите Пожалуйста Постоянное Защемление Седаличного Нерва Это к чему? Психосоматически Это с чем связано? Благодарю Ну Отвечаю на первую часть Вопроса К чему? Это Скорее всего К перекосу костей Таза К гипертонусу Ягодичных мышц Вот А с точки зрения Психосоматики С чем это может быть связано? Это может быть связано Со страхами С тревогами С переживаниями И опять Вот там Где он Бедрами толкались То есть Состоянием бедер Скажем так А бедра Это семейные проблемы Разногласия Ну вот Алло Ну то есть Вот Как бы все Ты ответил Да? Дальше уже Можем переходить К следующему вопросу Ну да Ну там еще вторая часть Вопроса была Ну психосоматически С чем это связано? Ты в принципе И ответил Да Ну можно В следующем Тогда Вопрос эфир От Михаила Из Москвы Арират Подскажи Когда у людей Ухудшается слух И зрение В старости С чем это связано? Благодарю Мне знаешь Сразу так Шутка Мудрее человек становится Не замечает Глупости не замечает И глупости не слышит Ну так мудрый Хорошо ему Замечательно Здорово Вот Наслушался он В свое время Дряни всякой Насмотрелся на всякую фигню И ерунду И теперь ему Хорошо по жизни Он Много чего не видит Я думаю В этом Есть истина На самом деле Если Глупости копнуть Что я угадал? Конечно Конечно Я думаю Да С точки зрения Психосоматики Так и есть Люди К концу жизни Бывает Если они Не особо себя Осознают Живут не до конца Правильно Они теряют Слух Теряют зрение От того Я не говорю Что люди Которые Живут правильно Никогда не теряют Слух и зрение Они тоже теряют Слух и зрение Но потеря слуха и зрения Может быть Вызваны Различные причины Абсолютно Одна из этих причин Может быть Действительно То, что человек Устал от жизни Уже не хочет Никого И ничего Видеть И слышать Вас не хочет Поэтому он взял И в своей системе Выключил Эти функции До минимума Да и все Ну вот здесь Уже все вопросы Мы рассмотрели Такие комментарии Идут Например Что Когда телевизор Выключил То две недели Тоже было Сопротивление Детей Потом там Красота Наступила Кто-то напоминает Что Ремень творит Чудеса Кто-то говорит Переключайте На правильные Каналы Данил Написал Алексей Твой обман Во времена Калия Скорее всего Не грех И превратится Преобразуется Во благо Для твоих Наследников Ну я не знаю Там калия Преобразуется Преобразуется Но вот был Такой метод Принят И в общем-то Силовое воздействие Такое косвенно силовое Можно же телевизор Выключить Как Кнопку нажимать Да Его держать Можно не подпускать Телевизор А можно просто Кабель выдернуть Вроде не выключал Телевизор Вроде он работает Но Так Ну что Я бы в этом Не то что я бы В этом случае Но вот на своем месте Если бы была Такая ситуация У меня с семьей Я бы Не знаю Все-таки Моя глубокая убежденность Как-то добротой Вот и на ту же самую Тещу И на Парня Который там В телевизорах Хотел смотреть Как-то добротой Вот по-доброму Все-таки Добротой можно Очень-очень хорошо К сердцу достучаться Человеку Вот И каким-то образом Вот показывать Насколько Ты его любишь А дальше Все зависит От величины Твоего терпения То есть Насколько ты долго терпишь Да А были такие случаи Когда к тебе Например Какая-то супруга Приводила своего супруга В таком Состоянии Что он Много выпивал Свой организм разрушил И теперь она к тебе Привела И сказала Доктор Сделайте с ним что-нибудь Я хочу Чтобы вы его вылечили Ты знаешь, Алексей Обычно Такие люди Кого приводят Они надолго Не задерживаются Потому что Методы народной медицины Традиционной народной медицины Они своеобразны И коренным образом Зачастую Отличаются От тех На слуху То есть От официальной медицины И человек Если пришел Несознательно Не пришел К этому самостоятельно Его привели То есть С желанием починить Ну Обычно Он один раз придет Другой раз придет А потом подумает Да нафиг Я туда хожу Извини за Такую Инициативную И все Я вот почему это спросил Да я тебя понял Я почему это спросил Вот Ты попробуй На такого человека Который не хочет Который находится Под воздействием Наркотика Неважно Какого там Там алкоголь Или это наркотик Который у нас Официально признан Наркотиком Или телевизионный Наркотик Или компьютерный Наркотик Неважно Любой наркотик Попробуй на него Вот так вот К тебе его привели А ты начинаешь На него Любовью воздействовать Иногда Да Иногда Иногда Необходимы Действия Такие Например Койки Привязать Чтобы он Он же мне Чужой Зачем Это мне надо Да Я с тобой Согласен А если бы Родной Человек Если бы Тебе родной Человек Ну да Если бы Его действия Родного Человека Уже были Настолько Деструктивными Что его Следовало бы Привязать Койки Я бы Не задумываясь Конечно Привязал Вот Но Покуда бы Это Все было На таком Легком Ты знаешь Отроков До пяти лет А потом Уже бесполезно Воспитывать Ну вот Знаешь Здесь можно Поспорить До скольки Воспитывать Не воспитывать Мне кажется Воспитывать Необходимо Постоянно По жизни Просто Варианты Воздействия И воспитания Они отличаются То что хорошо До пятилетнего возраста Это один уровень Воспитания То что до 12 лет Это другой уровень Воспитания Ну и так далее Здесь же Какая ситуация Вот Телевизор Почему он Почему телевизор Кино Они такой Сильно воздействия Влияют Что вот Ленин высказывал Что самое главное Из искусств Да Это вот Там Кино Да у нас Вот Потому что он Прекрасно понимал Что это такое Как оно воздействует На массу И что можно Через это делать И сейчас Это все Активно Применяется И используется Как раз Очень много Наработок Связанных С психологией То есть Зомбирование И так далее Если Даже ты проявляешь Какую-то любовь Если даже Ты прям Весь Поглощаешь своих детей Близких людей Там Тещу Как здесь писали Там Свекровь Кто-то Прям Своей любовью Покрывает Это еще не говорит о том Что они Выйдут из наркотика Наркотик необходимо Убирать из жизни То же самое Как алкоголик Для того Чтобы с ним Начинать что-то делать Необходимо Убрать Тот предмет Который Содержит Этот алкоголь И из которого Он может Себя его заливать Если ты не уберешь То все Эти вот лечения Они Будут Абсолютно Бесполезны Или даже Может быть Вредны Поэтому Сначала Делается Все Чтобы Убрать Наркотик Чтобы Было Хоть какое-то Прояснение Было Хоть какое-то Обращение Внимания На что-то Другое В этой жизни И после этого Начинается уже Разговор Вникание Он же закрыт От любви Ну как Учитель Может дать Но если ученик Не берет В этом случае Ну как можно Что-то научить То же самое Ты даешь Любовь А он Пялится в телевизор Для него Дом-2 Это любовь Для него Яркие краски Шоу Клипы Какие-то сериалы Вот там жизнь Там интересно здесь А здесь чего Мы тебя и так Хорошо знаем Мы и так тебя любим Успокойся Мы и так тебя любим Только не учи Нас жизни Не мешай Мы и так знаем Все Вот Когда же это все убирается Человек начинает чувствовать Какую-то потребность Восстановить эту Воссоздать Заполнить эту пустоту Заполнить эту пустоту Которая образовалась Тут было наполнение Телевизора Это все Весь этот хлам Лился на него А тут раз И нету Вот был случай Когда еще В Москве Там телевизионная башня Тогорела Станкина Как раз в те времена Была стадия активного бизнеса Когда я занимался Многими там вопросами Вот И в одном из мест Где Так называемый Бизнес мне проходил Там стоял Большой Огромный Такой Экран На котором Транслировались Многие-многие Там И фильмы И там Много чего Спортивного Вот Прямо На всю стену Транслировалось И вдруг Раз И пропадает Сигнал Вот И Не было Сколько там Несколько дней Не было Я стал наблюдать А что происходит Как люди А люди Стали общаться До этого Сидели молча Там Кричали Что-то А тут Стали разговаривать Общаться До этого Что-то На улицах Просто проходили Друг мимо друга Домой Быстрее добежать Пожрать Отдохнуть Включить телевизор Пока там Готовишь что-то Чтобы он Что-то там Тебя Напивал Фоном Или сесть Посмотреть А тут Ничего не работает Люди стали На улице выходить Люди стали Общаться Друг с другом Вот Казалось бы Убрали Иглу Убрали Наркотик И люди стали Прозревать Сначала Какая-то Неприязнь Была Ну как так Я прихожу У меня там По кнопкам Шварка А тут Мне ничего Не показывает В общем-то Потом Многие стали Отмечать Слушайте А мы поняли Чего нам не хватало В жизни Добрее Но самое смешное Как только Через несколько дней Восстановили Эту иглу Великую Длинную Которая стоит В Москве В районе Останкино То в случае Сразу Народ стал Возвращаться На круги Своя Да здорово Было без наркотика Да отлично Человеческие качества Стали проявляться Да Любовь стала Проявляться Люди наконец-то Поняли Что вокруг них Другие живут Такие же люди Обратили внимание На детей Дети На родителей Но все равно Как только наркотик Появился И опять Они стали Обращать внимание На этот наркотик Поэтому любовь Она конечно Правильная И без этого Никуда не денешься Но в некоторых Случаях Необходимо Убрать заразу Прежде чем Человека начинать Лечить Потому что Если заразу Ты из организма Не выводишь То твое себе Лечение Сводится Ни к чему Или лужу В которой человек Ты его полечил Он опять бах В эту лужу Наглотался Налезался Весь обтерся Дрянью И опять идет А ты его лечить Опять начинаешь Вот из этой же серии Надо сделать так Чтобы он в эту лужу Не бухался Чтобы он Листов себя не запускал Чтобы там мысли Дурные не были Мне кажется Вот так как-то Я с тобой согласен Конечно Ну вот Раз согласен Раз у нас такое Мы бедрами не толкаемся У нас вывихов Суставных в бедрах Нету Это означает Что мы пришли К тебе на гласе А значит Надо заканчивать Нашу передачу И как мы ее Будем заканчивать По традиции Ну По традиции Пожелаем Народу Доброго Что-нибудь Вечного Давай Желай Ну что ж Желаю любви Побольше И к себе Побольше любви И к окружающим И к народу И вообще Ко всему Ко всему миру Вот Здесь я не нов В общем Всего доброго Прекрасно Такую присказку Желаю добра И вот я сейчас Желаю добра Обнимаю вас всех До новых встреч Увидимся Всего доброго Благодарю тебя За очень интересные Ценные Такие Повествования Я думаю Что людям Будет Возможность У людей Появилась возможность Посмотреть На свое здоровье Вообще На мир И проявление Себя в этом мире Как-то С другой стороны Понять Что не все так Однотипно Как это нам Пытаются рассказать Что не все Решается таблетками И в общем-то И до таблеток Себя можно не доводить И до каких-то проблем Себя можно не доводить Мир Создан Не примитивным Созданием А создавался Величайшими Сущностями Которые Знали Для чего И что делать И поэтому Они не могли Создать мир Враждебный нам Вот это надо понимать А раз так То давайте-ка Разбираться Давайте Познавать его Давайте познавать себя В этом мире И познав его Мы поймем Что нас окружает Мы поймем Кто мы такие И вот в этом случае Тогда Мы сможем быть Наследниками Тех великих Прасчеров Которые Вот это все Сделали Которые Позволили нам Здесь быть Нам здесь существовать И иногда Вот заниматься Какими-то Может быть Маленькими глупостями Которых сейчас Стало Очень много И поэтому Эти глупости Превратились В некий Большой комок Наших проблем Ну вот На этой Нотке Я уже Хочу с вами Попрощаться Благодарю тебя Еще раз За то Что ты нам Всем поведал Благодарю Всех наших Радиослушателей За очень Активное Проявление Себя В чате Народного Славянского Радио Напоминаю Чат Народного Славянского Радио Находится На сайте Славмир.org Найти Сайт Народного Славянского Радио Просто В любом Поисковике Наберите Народное Славянское Радио И вы Окажетесь На нашем Сайте Славмир.org Дальше Есть Чат Регистрируйтесь Или Вводите Логин Пароль Который Был До этого Вами Придуман Ну В общем То Жизнь Удалась Можете Задавать Вопросы Общаться С друзьями Реплики Писать И по ним Мы в общем То Выстраиваем Наш Эфир И Вообще Нашу Жизнь Выстраиваем Постраиваемся По то Чтобы доносить Информацию Более Точно Более Подробно Также Приглашайте Пожалуйста Людей Которые Сведущие В нашем Наследии В чем-то Очень важном Для нас Сейчас Они могут Чем-то Этим важным Делиться Не стесняйтесь Становитесь Участниками Радио Создавайте Жизнь Создавайте Новое Что-то В этой Жизни Или Возвращайтесь К хорошо Забытому Старому Участвуйте В радио Как только Можете Хотите Поддерживать Финансово Пожалуйста Мы не против Поддерживайте Нам Необходимы Финансы Для того Чтобы решать Некоторые вопросы Если Есть желание Участвовать С точки зрения Вот Руками Что-то делать Нарезать Монтировать Создавать Озвучивать Писать тексты Пожалуйста Будем рады Хотите быть В роли ведущего Пожалуйста Приходите Пообщаемся Если Почувствуем Что Есть у вас Такой дар И вы готовы Все проявлять То почему бы и нет Записывать Какие-то программы Тоже пожалуйста Становитесь Творцами Для этого Радио И создана Для этого И создана Эта площадка Где мы Все Невзирая На свои Какие-то Может быть Конфессионные Различия Там Взгляды На веру На религию На прошлое Мы здесь Объединяемся Объединяемся По духу Объединяемся По стремлению Жить По совести В ладу С природой Объединяемся В стремлении Познавать этот мир Познавать свое прошлое Вот это Нас должно всех объединять И я считаю Что нас это все Объединяет Все остальное Это искусственное Наносное Будем же держаться Не за созданное Человеком И человеку Свойственно ошибаться А значит и свойственно И может быть ложно А будем держаться На то Что является истиной А истиной является Сама жизнь Природа И с этим надо Разбираться И жить с ней В ладу Итак 4 октября 2016 года Вторник По современному календарю 14 день Месяца Божественного Начала 7525 Рето Седмица День Великой Рассеи По одному Из старинных Старинных календарей Мы сегодня Говорили про Психосоматическое Состояние человека И о том Чего мы все Болеем Автор сведущий Захар Билинский Арират Всем благодарность С вами было Народное Славянское радио Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Всем добра Всем добра Народное Славянское радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok